Shall we speak Russian or English? В первое время резидентом в городской медицинской школе, где он был действующим нейрохирургом в госпитале в Бостоне. Также получил THD в университете Рокфеллера. И недавно Антон запустил свой проект Diagnostic Detectives. Это сервис, который предоставляет второе мнение для российских и иных клиентов. Мы рады приветствовать Антона. Чем привлек он наше внимание? Тем, что недавно он провел ряд интервью с ведущими иммунологами и инфекционистами из Гарвардского университета, которые рассказали много интересного о текущей пандемии коронавируса. И мы хотели, чтобы Антон поделился с нами тем, что он знает о данной пандемии, о ее воздействии и мерах, которые во всем мире предпринимаются для борьбы с ней. Антон, предоставляю вам слово. Так, у меня пропал звук Антона. Антон, я тебя не слышу. Александр, спасибо большое за приглашение. Антон. Ситуация действительно с коронавирусом быстро меняющаяся. И США, в Нью-Йорк, где я нахожусь сейчас, и Россия, наверное, отличается по фазам распространения. Это, в принципе, характерно для разных стран и регионов. Как мы знаем, Азия вообще, в Китае в частности, находится еще дальше. Поэтому сравнивать ситуации достаточно тяжело, но много из поступающей информации, наверное, будет актуально, в том числе для России. Я также хотел сказать для тех, кто нас смотрит. Мы будем очень рады обсудить, и если я могу, я отвечу с удовольствием на вопросы, которые вы можете задать прямо на сайте diagnosticdetectives.ru, российский наш сайт, forward slash live. Он находится сейчас в окне внизу. И тогда эти вопросы оперативно поступят к нам. Как Александр просил, мы будем вести диалог на русском языке. Александр, есть ли какие-то вопросы от тех, кто, может быть, прислал с Facebook групп от вашего аннаусмента раньше? Антон, ну, задам пару вопросов от тебя. Как ты оцениваешь, есть разные мнения по поводу на текущую ситуацию с COVID-19? Некоторые считают, что это все вводно, это мировой заговор. Соответственно, что-то могло сказать, насколько это реальная угроза, исходя из своего профессионального мнения. Александр, спасибо за вопрос. Вопрос актуальный. И к тому же актуальный потому, что мы получаем от наших клиентов, особенно в России, за последнее время очень большое количество ссылок на разные гипотезы, видео, интервью. В том числе на каналах телевизионных, которые не имеют под собой никакой почвы и основания. И это очень беспокоит, потому что уровень дезинформации влияет на конкретное решение конкретных людей, поэтому не является безобидным. Такой вопрос мы тоже слышали. Одна техническая вещь. Александр, надо на мьют ставить, когда не говорит, потому что иначе возникает эхо аудио. Но с этим надо быть осторожным, чтобы потом аудио все-таки назад вставало. Поэтому вопрос о том, является ли это неким вымыслом, является ли это просто такой же, как инфлюенция, он актуальный и ответ на него сейчас однозначный. Безусловно, это не вымысел и, безусловно, COVID-19 не имеет никакого общего с гриппом. Это доказывает те данные, которые доступны сейчас на всех мировых, как бы, reliable источниках. И Financial Times публикует графики, и есть центр в Johns Hopkins, и New York Times. Это публично доступная информация, при которой смертность с марта месяца, например, в США и в Нью-Йорке в частности, возросла многократно. То есть, на данный момент конкретные причины смерти из-за COVID-19 сейчас в Америке превысили все жертвы времен Вьетнамской войны. Поэтому это, безусловно, реальная ситуация. И самое важное, что даже то, что предполагали врачи, ну, я хочу сказать по всему миру, но сейчас мы, конечно, в основном говорим о Западной Европе и США. То, что они предлагали известная информация всего лишь, там, несколько недель назад, сейчас быстро меняется. Например, это касается степени поражаемости более молодых людей. Да, раньше думали, что это почти invincible, или, по крайней мере, только легкое течение заболевания, возможно. Но сейчас мы видим, что поражается и сердечно-сосудистая система, мы видим инсульты среди молодежи, то есть на 30 лет раньше, чем обычные инсульты поражают. Есть целый ряд, вот только что, case reports вышел в New England Journal of Medicine. То есть, это серьезное новое заболевание, к которому нет ни у кого иммунитета. И мы также знаем, что, несмотря на то, что пожилые люди подвержены особенно сильно, а у всех у нас есть пожилые родственники в семье, но молодые люди, то есть до 50, до 40, также, возможно, имеют уникальные риски, которые могут проявляться в виде нарушения почек, в виде нарушения сердца, как инфаркт миокарда, в виде массивного инсульта крупных сосудов. И сейчас на это обращается все больше внимания. Поэтому это, безусловно, реальная ситуация, и она, к сожалению, с нами, скорее всего, будет в течение длительного времени. Антон, спасибо за мнение, да. Очень интересно. Я только читал некоторые интервью с российским инфекционистом, и они в последнее время говорят, что COVID-19 ведет к активному тромбообразованию. Так что одним из его симптомов являются такие синие пальцы на ногах, а другие называют его таким неким химическим пневмонитом, который блокирует альвеолы легких. Насколько это все достойно внимания? Александр, спасибо за вопрос. Да, это очень актуальный вопрос, он очень своевременный. Он снова имеет отношение к тому, что врачи по всему миру, в США, в Западной Европе только изучают данное новое заболевание клинические. И это действительно самая свежая информация. Спорить о том, является ли это классической пневмонией или пневмонитом, или какую-либо другую вещь, это в некотором роде семантика, потому что это может не оказывать влияние на клинические решения. Действительно наблюдается при изучении срезов легких при аутопсиях людей, которые погибли от COVID-19, большое количество микрососудистого тромбоза. Это привело к мнению о том, что высоко вовлечен так называемый комплимент, то есть тромбообразование вообще, то что называется hypercarguable state, то есть гиперкоагуляционное состояние организма, оно возникает при многих заболеваниях. В частности, при многих опухолях, например. При вот эти синие пальцы, которые совсем недавно были сообщены в нескольких медицинских журналах и популярной прессе, это проявление микротромбоза в конечности, где сосуды становятся все более мелкими и где можно наблюдать это. Поэтому микрососудистые повреждения действительно, скорее всего, отражают дополнительный патогенез этого заболевания. В связи с этим только что вышла в Lancet, по-моему, европейский журнал, статья из Нидерландов, из ICU, что они говорят, что, например, увеличивается доза, которую требуют пациенты, находящиеся в палатах интенсивной терапии, гепарина, мелкофракционированного гепарина. Также увеличивается риск, и это особенно характерно для людей, которые находятся на искусственной вентиляции легких, тромбоза тела, тромбоэмболия легочной артерии, по-русски pulmonary embolism, по-английски. Это практически очень серьезная ситуация, когда тромб отрывается от вен нижних конечностей или формируется в более крупных венах и затыкает собой сегменты легких. Это приводит к острой нагрузке на миокард, который также поражен коронавирусом напрямую, и это приводит к повышенной смертности. То есть микротромбоз, безусловно, имеет большое значение в патогенезе данного заболевания. Это не значит, что нет воспаления пневмонии, как бы вирусной пневмонии, но это еще больше осложняет проблему. Тромбоз, который проявляется в сосудах головного мозга, приводит к острому инсульту. И вот это то, о чем я говорил раньше. Поэтому это очень важная тема, и ее еще изучают. Мы многого не знаем об этом заболевании, и сейчас эта информация проявляется. К сожалению, на это не обращали внимания в Китае, где все началось, но, возможно, к этому придавали недостаточное значение на Западе, по крайней мере, ранее. Назад к вам. Спасибо, Антон. Что касательно искусственной вентиляции легких, насколько это эффективная мера, потому что я слышал, что альвеолы легких, они блокируются. И вот, в частности, некоторые российские инфекционисты, они рекомендуют использовать какой-то аппарат по азотизации крови, который используют при открытых операциях на сердце. Продолжение следует... По существу используется при эвтаназии. Вопрос искусственного... Сначала, как мы все знаем, все думали, что искусственные аппараты, искусственная вентиляция легких, это панацея от коронавируса. Сейчас мы знаем, что смертность людей, которые вынуждены иметь искусственную вентиляцию легких, от 60 до 88%. То есть это, безусловно, не панацея. Ставить пациентов на искусственную вентиляцию легких в любом случае это крайний метод. Но сейчас в Соединенных Штатах и в Западной Европе врачи поняли, что это действительно должно быть в самой крайней мере. Одной из уникальных ситуаций, которую сейчас врачи видят с COVID-19, заключается в том, что пациенты субъективно могут чувствовать себя относительно нормально и даже быть на телефоне, при этом измеряемая пульсовым оксиметром, да, такой как бы инфракрасный метод. Я остановлюсь больше, почему это очень важно иметь пульс-оксиметр, особенно если кто-то из знакомых болеет даже дома. Это очень важный показатель сейчас. Измерение оксигенации крови является очень низким показателем. То есть человек может говорить по телефону, а при этом его насыщение кислорода требует немедленной интубации. Оно ниже 80%. Что такое насыщение кислородом? Нормальные величины при дыхании обычным воздухом это от 94 до 100%. В среднем люди, которые поступают в Нью-Йорке в Emergency Department с затруднениями дыхания, имеют насыщение, по-моему, средняя величина 85%. 85% это в принципе ненормально. За исключением некоторых редких хронических заболеваний легких. То есть это показатель. Но люди чувствуют при этом, не чувствуют одышки, не чувствуют дистресса. Это, видимо, связано с уникальным механизмом поражения, в том числе в головном мозге и угнетением вирусом в стволе головного мозга определенных рефлексов, которые говорят о том, что недостаточно крови кислорода. То есть это уникальная ситуация. То есть ее видят на пульсовом оксиметре раньше, чем человек ее чувствует. Возвращаясь к вентиляции. Сейчас тренд идет к тому, чтобы максимально защищать людей от попадания на вентиляцию. Раньше людей интубировали и держали на ней. Во-первых, пациенты на вентиляции имеют высокую смертность, как я только что сказал. А во-вторых, пациенты находятся очень долгое время на вентиляции, больше двух недель с коронавирусом, с COVID-19. И это само по себе является проблемой, потому что механическая вентиляция повреждает легкие и приводит к долгосрочным проблемам. Поэтому сейчас стараются избежать вентиляции, если это только можно. Это делается двумя основными способами, и о них следует всем, кто нас смотрит, знать. Это так называемый пронинг, то есть расположение человека на живот. Это не характерная позиция, но было замечено в Нью-Йорке врачами в emergency departments, что если у человека насыщение кровью кислородом 80-85%, и этого человека поместить на живот, тем самым разгрузив базальные отделы легких, которые особенно поражаются при COVID-19, то насыщение кровью кислородом возрастает до выше 90%, практически становится нормальным. Поэтому пронинг это одно из самых важных сейчас действий, о которых сейчас уже известно. А также дополнительный кислород и даже использование так называемых PAP, это приборы, когда у людей слипапное, апноэ сна, их используют, которые увеличивают давление в альвеолах неинвазивным методом. Вот эти два метода. То есть нужно избегать вентиляции легких, если только это возможно. И еще раз обращу внимание на пульсоксиметр. Это очень простой девайс, его можно купить на интернете. Он сейчас в Соединенных Штатах стоит около 50 долларов. Он работает на батарейке и измеряет оксигенацию. Если человек даже болеет дома, и там легкое среднее течение, нужно мерить эту оксигенацию. В норме 94-100%. Если она начинает падать, даже если человек чувствует себя относительно нормально, если она падает там 85, и уж тем более 80, но ниже 90, значит, это требует более пристального внимания и, возможно, вызова врача, так как ситуация может резко ухудшиться. Одно из наблюдений в Нью-Йорке сейчас, количество смертей дома значительно возросло, и эти люди не были оттестированы на COVID-19. Но считается, что одна из причин, почему в 3-4 раза возросло количество смертей дома, это в том, что люди чувствуют себя относительно нормально, потом у них происходит инфаркт, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии, о которой мы говорили, и они быстро умирают. Отсюда вот вопрос измерения оксигенации крови дома, если даже у человека легкое течение коронавируса, то вот это такой лакмусовый тест, что при ухудшении оксигенации крови ситуация может как бы turning south, то есть ухудшаться. Александр. Понятно. А с чем, Антон, вы можете связать с тем, что сегодня я читал на CNN, что в Нью-Йорке уже перестало хватать морозильников для хранения жертв эпидемии? А с чем связана такая перегрузка американской системы здравоохранения? Да. Антон, просьба включить микрофон. Антон, я тебе не... Да, сейчас. Окей. Сейчас к нам поступают вопросы, и я постараюсь их обрисовать. Одну секунду. Я просто хочу их увидеть. Я просто хочу их увидеть. Ага, да, вижу несколько вопросов, которые мы адресуем следующие. С чем связана ситуация? Это очень хороший вопрос. И основные меры карантина направлены не столько на то, чтобы защитить людей от инфекции коронавирусом, сколько, чтобы защитить медицинскую систему, которая в большинстве стран оказалась полностью не готова к наплыву и резкому возрастанию. Эту часть мы обсуждали с целым рядом экспертов. Это очень интересное обсуждение. Он доступен на англоязычной части нашего сайта diagnosticdetectives.com forward slash coronavirus. Это coronavirus expert center. И там действительно интересное обсуждение. Медицинская система – это бизнес. И она обычно работает на полностью заполненные. Госпиталя должны быть заполнены на 90%. Поэтому у них surge capacity, то есть дополнительная мощность, практически находится на нулях. Поэтому, когда начали поступать случаи коронавируса и к тому же, который требует вентиляции, и который в 100 раз возрастает требования к уходу за пациентом, то медицинская система не осталась не готова к такому большому увеличению числа пациентов. Единственное исключение, возможно, составляет Швеция, и мы можем отдельно об этом поговорить, почему так. И Германия. Они правильно отреагировали, хотя совершенно разными методами. Во всех остальных странах был наплыв пациентов. Значит, это первое. Возвращаясь к вопросу о Нью-Йорке конкретно. Скучность населения в Нью-Йорке известна. На Манхэттене плотность населения на квадратную милю 71 тысяча человек. Самый менее плотно населенный это Стейтен-Айленд. В Нью-Йорке 5 районов. Манхэттен, Бронкс, Куинс, Бруклин, Стейтен-Айленд. То есть, скучность. Это большое. Плюс, транспорт хаб. Отсюда возрастание кейсов. Ввели все меры ограничительные недостаточно быстро, и кейсы распространились до того, как ввели карантинные меры. Это примерно похожая ситуация с Россией, где тоже достаточно поздно ввели. То есть, они задерживают развитие инфекции, но они не уменьшают это на 100%. Между разными Бороуз, как бы районами Нью-Йорка, наблюдается значительная разница. На Манхэттене, где население, с одной стороны, самое плотное, а с другой стороны, наиболее богатое по существу и меньше, как бы, этнических меньшинств, то люди, многие разъехались. Плотности здесь нет у людей, и поэтому заболеваемость гораздо меньше, чем в Бруклине и Квинсе, где плотность населения большая, но люди не могут себе позволить работать, как бы, remotely. Потому что они работают в госпиталях, в вспомогательных ролях, они работают в доставке, они вынуждены пользоваться системой метрополитена и общественного транспорта, и, соответственно, это приводит к тому, что уровень инфекции значительно увеличился, и поэтому именно самый пик инфекции в Нью-Йорке, он наблюдается в Квинсе, Бромсе и Бруклине, особенно в Квинсе и Бруклине. Вот эта статистика широко известна, и, к сожалению, она отражает экономической неравности. Для России это тоже не очень хорошая статистика, потому что вынуждены многие люди пользоваться и общественным транспортом, недостаточно соблюдать информацию с масками и социальной дистанцией, то есть можно ожидать, что при расслаблении мер карантина, которые рано или поздно невозможны, все равно будет резко увеличиваться инфекция. Александр. Спасибо за информацию. А как, скажем, сейчас медицинская система оказывает помощь пострадавшим от ковида? Для этого нужно иметь страховку или помощь оказывается только на платной основе? Спасибо. Меня слышно? Александр, да, слышно. Сейчас правительство в Соединенных Штатах приняло ряд законодательств, которые говорят о том, что люди, поступающие с симптомами или у которых в результате обнаруживают COVID-19, будут покрываться государственной страховкой, это медикейт чаще всего, а у пожилых людей старше 65 лет это медикейт, но на них медикейт у всех, кто старше 65 лет, распространяется в любом случае. Но, безусловно, структура медицинской помощи и оплаты медицинской помощи в Соединенных Штатах такова, что очень многие опазались совершенно справедливо, что люди не пойдут к врачу без абсолютно крайней необходимости, и это приведет к распространению большего количества вирусов. Поэтому это оправданная ситуация. Но, похоже, что она решается именно таким образом. Надо ли для этого поступить по скорой, потому что вот в России была информация, что есть государственная компенсация лечения, только если человек поступает по скорой помощи. Не знаю, насколько это правдивая информация, но в Соединенных Штатах такого нету. Если человек даже сам пришел в госпиталь и имеет такие симптомы, то его лечение с высокой вероятностью будет покрыто. Я не занимаюсь reimbursement, да, и поэтому могу не знать чего-то. Но этот вопрос, похоже, решился именно таким образом, что государство взяло на себя расходы по лечению больных, у которых обнаружен COVID-19, или, по крайней мере, которых он подозревает. Понятно. Антон, а можешь сообщить свою точку зрения, насколько введен карантин, меры самоизоляции эффективны для борьбы с COVID-19? Это заряженный вопрос, Александр. Это и совершенно справедливый, конечно, вопрос, но он очень заряженный. Все, что я скажу, это отражает персональное мнение на основе тех источников, которые я читаю, которые поступают из разговоров с экспертами, обработки литературы, но оно является моим личным. Я удивлен, что в России ввели настолько жесткие меры ограничения. Какие-то меры ожидались, но вот в посте в Инстаграм, еще в начале марта, я был уверен, что не будет жестких ограничительных мер. Я думаю, что они не совсем оправданы. Жесткие ограничительные меры направлены на защиту медицинской системы, а не людей. Поэтому, как только они будут сняты, то все то население, которое не переболело, которое является подвержено инфекции, оно снова будет доступно к распространению вирусов. И здесь информация, которую мы знаем за последние несколько недель, если не месяц, что 25-50% людей, которые заражены COVID-19, являются бессимптомными. Это, с одной стороны, хорошо. Это говорит о статистическом проценте иметь серьезную проблему. Если вы только не пожилой человек, когда этот статистический процент очень высок. Но в этом есть и большой минус. Это означает, что вирус остается в популяции носителями бессимптомных, которых 50%. Это означает, что эксперты считают, что после расслабления карантина пройдет 3 недели, и кейсы снова пойдут вверх. То есть люди перемешаются. А что значит введение жесткого карантина? Во-первых, это проблемы с mental health, то есть с психиатрией, с психологией. Это важные проблемы. Это экономические проблемы, которые являются очень серьезными. Это не лечение пациентов, не обращение к врачам с другими хроническими и, возможно, серьезными заболеваниями. Это тоже по существу заболеваемость и смертность, связанная с коронавирусом-19. А когда карантин кончается, то все начинается снова. С этой точки зрения Швеция является довольно интересным примером, где, да, они пропустили смертность в домах пожилых людей, в домах престарелых, как и практически все, и в Соединенных Штатах в том числе. То есть, по-моему, треть, от третьей до половины смертности в Швеции в домах престарелых. Но они, по существу, сохраняют свою экономику в каком-то виде, по крайней мере, а у них население добровольно соблюдает какие-то меры безопасности, но они не являются настолько рестриктивными, а результаты в результате в долгосрочном плане будут достаточно схожи со странами, которые объявили очень жесткий карантин. Поэтому вопрос карантина, вопрос запрета полета, особенно сейчас, когда уже доступны быстрые тесты на генетический материал вируса, когда доступны тесты на антитела, является не совсем понятным чисто с медицинской точки зрения. Как сказал главный эпидемиолог в Швеции, и с ним согласны очень многие люди, что вопрос с коронавирусным и с пандемией это не спринт, это марафон. Я немножко перефразирую то, что он конкретно сказал, но это действительно так. И вы можете выиграть спринт, но вы не выиграете марафон. И в результате все страны, и Корея, и Швеция, и Англия, где, скорее всего, будет больше всего смертности от коронавируса. Но английская медицинская система среди всей Западной Европы наихудшая по целому ряду заболеваний, по всем опухолям и так далее. У них смертность выше. А все страны будут все равно в результате на одном уровне. И, в частности, вот это flattening of the curve, то есть это it's not a curve, it's a loop. И возможно, что оно в том числе происходит потому, что все те, кто подхватили коронавирус и были к нему особенно чувствительны, они умерли по существу. То есть смертность тоже приводит к уменьшению распространения вируса. Александр. Антон, спасибо. Я слышал мнение, что Швеция не является хорошим примером, потому что там население всего 5 миллионов жителей, то есть это меньше, чем половина населения Москвы, а по размеру Швеция меньше в Московской области. Соответственно, и кроме того, в нордической, скажем так, культуре все люди стараются держаться друг от друга как минимум на расстоянии больше метра. Поэтому мы имеем дело со специальным случаем. Я просто быстро адресую этот вопрос. Я думаю, что Швецию стоит сравнивать со странами, которые ввели жесткий карантин и которые тоже Nordic countries. То есть это Норвегия, но там очень мало домов престарелых и у них меньше смертность. Но Финляндия и Дания. И сейчас у них действительно смертность относительно меньше за счет жесткого карантина. Но учитывая общую количество переболевших в популяции, если их сравнить, а в Швеции, по-моему, больше населения, чем в Финляндии и в Дании. Но если считать на 100 тысяч населения, то в Швеции обстоят дела совершенно не хуже. Понятно. Кстати, многие противники карантина приводят такие аргументы против то, что если сравнивать смертность, текущую смертность со смертностью год назад, она не всегда отличается, а иногда даже пониже. Даже не всегда понятна статистика, как учитывается смертность по ковиду, потому что иногда туда свалилось все в кучу, либо, наоборот, что-то убирает. Поэтому, скажем, российская статистика в этом у нас очень непостоянно. У нас, по сравнению, в Москве, у него растет уровень заболеваний, но при этом уровень смертности довольно-таки не высокий. Чем это связано? Я смотрю на вопросы, которые просто поступают. Одну секунду. Ага, начнем, наверное, с интернета. Отвечать скоро на вопросы. Я не могу комментировать по поводу статистики в России. Несколько экспертов, с которыми у меня был диалог, и с дальней международными экспертами из Нидерландов, в Соединенных Штатах, когда изначально, вот в марте, в конце, когда в России было довольно меньше кейсов, они связывали это с двумя причинами. Первая причина, что Россия находится, сделав правильные ранние меры по ограничению перелетов и так далее, находится на более позднем расстоянии, и поэтому все эти пики, они будут расти позже. То есть, это был один комментарий, второй комментарий был по поводу действительно как бы статистики, разницы в подсчетах и насколько reliable эти данные. Поэтому мне тяжело комментировать на эту тему. Что касается западных стран, то здесь уже есть эти графики, они есть и в Нью-Йорк Таймс, и в Фанэншал Таймс, они все доступны в публичном домене, и в Джонси Хопкинсе Сентр, который дает тракинг, да, они следят за каждым кейсом по всему миру. Смертность возросла многократно. То есть, в принципе, можно даже не тестировать на COVID-19 и увидеть, что если распространяется инфекционный агент в популяции, и вы неожиданно видите, что у вас есть сравнение по годам некий уровень, и у вас неожиданно вот так вот идет все вверх, то эта смертность связана с COVID-19. Дальше, умер ли пациент от COVID-19, от легочных осложнений или инсульта, или он умер с COVID-19, из-за того, что COVID-19 осложнил течение underlying disease, да, то есть тех заболеваний, которые были у человека. Это на самом деле семантика, потому что все равно COVID-19 осложнил течение, которое привело к смерти. И сейчас мы видим совершенно фантастическое возрастание смертности, и это именно то, что всех очень-очень беспокоит. И растянуть влияние на медицинскую систему призваны карантинные меры. В долгосрочном плане только эффективная вакцина сможет это по существу изменить, эксперты согласны, поэтому это реальная смертность. По российской статистике я не могу комментировать, к сожалению, из Нью-Йорка. Но беспокойство такое, безусловно, есть. Антон, хорошо, у меня тоже вопрос по вакцине. Когда все-таки ожидается ее появление в массовой продаже и использование? И кто ожидается эту вакцину сделать? Да, хороший вопрос. Я думаю, с этим мы можем перейти к целому ряду вопросов, которые мы получили через интернет. Вакцина, безусловно, все ее ждут. Но это немножко... Здесь две проблемы. Первая проблема это в том, что если следовать всем правилам тестирования вакцин, а не забывайте, что вакцина должна применяться на здоровых людях. Соответственно, ее безопасность должна быть очень высокой. Поэтому все методы тестирования правильные надо соблюдать. Ожидаемое окно это там 18 месяцев. Я сегодня проверил данные по вакцин, которые делают несколько, ну, как бы сводку. Сейчас в разработке, по-моему, 79 вакцин. Эти вакцины готовятся разными методами и готовятся на разные антигены вируса. То есть, они будут разными. Эксперт по иммунологии, профессор Майкл Ферзен, который был профессором иммунологии в Гарварде долгие годы, а недавно переехал в Калифорнию и Флориду, в Сcripps Research Institute. Сcripps Research Institute. Сcripps это очень известный институт по исследованиям. Он сказал, что первое поколение вакцины, скорее всего, не будет эффективным, либо будет иметь проблемы. Связано это с тем, что первое поколение вакцины будет разработано в виде новых технологий разных, которые быстрее работают. Но, я цитирую его почти прямо, что новые технологии всегда сопряжены с разными проблемами, о которых мы не знаем. Проблемы девелопмента и также проблемы масштабируемы. Поэтому вполне возможно, что людям после первого поколения вакцины понадобится еще второе поколение вакцины. Это первая часть проблемы. То есть, 18 месяцев это оптимистичный срок. Но даже когда будет вакцина, это не будет означать иммунитета. И это вторая часть проблемы. Дело в том, что вакцина вводит кусочки инфекционного агента или вируса. Но эффективность вакцины напрямую зависит от эффективности иммунной системы. Поэтому вполне возможно, что для тех людей, которые наиболее подвержены тяжелому кейсу, тяжелому течению COVID-19, пожилые, люди с проблемами иммунитета, эта вакцина не будет, возможно, очень эффективной или эффективной. Но узнать это можно только, когда эта вакцина будет готова. То есть, даже наличие вакцины может не означать того, что вы решили проблему. Особенно для пожилых людей. Особенно для людей с хроническими заболеваниями. И в связи с этим, я хочу просто воспользоваться моментом и призвать всех людей, если в вашей семье или вы сами имеете кипертонию, диабет, избыточный вес, какие-либо другие хронические заболевания, сейчас хорошее время начать заняться их оптимизацией. Много можно делать сегодня, много под контролем, но нужно сделать ревью всех ситуаций и оптимизировать настолько, насколько это возможно, поскольку это возможно. Гипертония может лечиться, но она не лечится эффективно у 50% людей, у которых она есть. Диабет то же самое. Избыточный вес, метаболический синдром то же самое. Многие другие проблемы со свертываемостью крови, с венозом глубоких нижних вен конечностей то же самое. То есть, есть много, что могут сделать люди сейчас, чтобы снизить свой риск серьезного течения заболевания у себя и особенно у своих пожилых родственников. Потому что вакцина не будет панацеей. Это первая часть. Далее вопрос заключается в том, что есть вакцины, которые не только, которые имеют оригинальную проблему. Они формируют антитела, которые не нейтрализуют вирус, а они формируют антитела, которые наоборот приводят к вирусу, к целевым клеткам, вместо его нейтрализовать. Это называется Antibody Dependent Enhancement, ADE. И вот с профессором Ферзан, мы как раз обсуждали, это все доступно на сайте diagnostic.lytactic.com forward slash coronavirus, что например вакцина для лихорадки Денге имеет такую проблему. Люди вакцинированные вакциной Денге имеют другое течение лихорадки Денге, чем люди, которые не вакцинированы. То есть на это все будут проверять, безусловно, чтобы вакцина была безопасной. Но это займет время. Поэтому вакцина, это безусловно массовое решение проблемы, но это не быстрое решение проблемы. Вот это важно понять. То есть коронавирус будет с нами в течение по крайней мере нескольких циклов зимы-лет, нескольких лет. Цитируя известного эксперта по экстренной медицине и заболеваниям легких из Питтсбурга, он говорит так, наши пожилые родственники будут под потенциально смертельным ударом в течение следующих трех-пяти лет. И вот это важно всем понимать. Александр, ответил ли я на вопрос? Может быть, мы перейдем к нескольким вопросам через интернет? Да, я предлагаю еще 10 минут наших таких обменных вопросов-ответов, и затем перейдем к вопросам аудитории. Те, кто смотрит нашу трансляцию на Фейсбуке, прошу писать вопросы под нашей трансляцией, там есть возможность делать комментарии. У меня, как у юриста, следующий вопрос. Сейчас в Америке, в некоторых штатах, и среди некоторых правых политик, популярна такая идея о привлечении Китая к ответственности за эпидемию коронавируса. Ты, как врач, и как человек, который разговаривал много с иммуновыми инфекционистами, можешь сказать, насколько здесь прослеживается вина Китая непосредственно как государство распространения этого коронавируса. Аташа, есть ли там какие-то следы бактериологического оружия? Спасибо. Александр, представляете, если бы я знал ответить на эти вопросы, я даже не знаю, наверное, я бы очень об этом беспокоился, если бы у меня была такая информация. Безусловно, ее нет, и я точно не юрист. Я могу только комментировать о том, что пишут в профессиональных источниках, да, ну и может быть в неких крупных медийных источниках. Скорее всего, информация, что это COVID-19 начался в Китае, в Ухане, это, скорее всего, верная информация. Дальше источники, был ли он как-то связан с этим рынком живой живности, или с какой-то лабораторией, с которой там случайно он убежал каким-то образом, ну, как любой работающий человек в лаборатории с опасными вирусами, может заразиться. Если этот человек заразился, он может заразить окружающих. Это, ну, универсальная правда. Является ли это специальным, я в это не верю, разумеется. Я думаю, что, что касается роли Китая, с точки зрения эпидемиологии, то все сведется к двум вещам. Первое. Китайские ученые, врачи взяли на себя огромный первый удар, и мы, смотря назад, обвиняем, что он может быть недостаточно, реакция быстрая, недостаточно сильная и так далее. Но это всегда смотряется, это Monday Night Waterbreaking, то есть, как бы, это смотря назад. Но в реальности они в публичный домейн последовательность генетического вируса выложили, по-моему, в течение двух недель от появления. То есть, это очень беспрецедентно быстро. Информацию, sharing со стороны ученых и врачей была беспрецедентно широкая. Другое дело, что этому, возможно, не придали такого значения из-за того, что меры изоляции, да, в Бухане были очень жесткими и серьезными, и это действительно привело к уменьшению. Не досчитали ли пациентов, которые умерли, потому что сейчас увеличили на 50% смертность? Такое могло быть, но мы такую же ситуацию видим и в западных странах, где Великобритания только что пересчитала погибших в nursing homes, да, в домах престарелых. То есть, это очень сложно распределить это, а самое главное, это не имеет никакой практической ценности, и особенно это приводит к дискриминации. Я разговаривал с профессором культуры медицины из Гарварда, это очень интересное интервью, я рекомендую его посмотреть, профессор Дэвид Джонс, он детский и взрослый психиатр в Mass General Hospital и Brigham and Women's Hospital, и он сейчас профессор культуры медицины. И он рассказывал, и я публиковал статью в New England Journal в Мерисон, интересную, насколько при каждой пандемии всегда винили определенные этнические группы и социально-экономические группы, и всегда проявлялась тенденция как бы людей с властью, да, эту власть использовать максимально против слабой группы. Одна из примеров, это когда была чума, то в Сан-Франциско China Town оградили канатом, и туда могли проходить как бы люди не азиатские, но всех азиатов там держали. Чума, разумеется, разносилась крысами, которые прекрасно бегали туда-сюда вне зависимости от любых канатов. То есть вопрос дискриминации является гораздо более серьезным, чем вопрос выяснения отношений там, кто виноват и кто что сделал не так. Мы видим сейчас, что в Китае инфекции практически сведены к нулю, значит, то, что они делали является эффективным. Другое дело, что эти меры невозможны для более открытого западного общества, или мы считаем во всяком случае, что невозможным. Но авторитарное правительство в любой стране использует данную ситуацию для усиления контроля и, по крайней мере, свежения за населением. Это также широко известный факт, я ничего нового не говорю. Вот поэтому по юридическим аспектам я сомневаюсь. Я думаю, что Китай быстро среагировал, и я думаю, что, безусловно, это не идеальная ситуация, но ни Соединенные Штаты, ни Западная Европа не является примером для быстрой реакции. Единственным исключением, возможно, является из Запада это Германия, где тестирование начали быстро, где тесты разработаны и выполнены качественно, но им повезло, потому что средний возраст заболевших COVID-19 в Германии изначально был 47 лет. Это относительно здоровые люди, которые вернулись с горнолыжных курортов. А средний возраст в Италии был 62 года. При такой большой разнице у вас будет огромная разница в смертности, в осложнениях, в загрузке медицинской системы и прочее. То есть, помимо того, что Германия среагировала довольно быстро и четко, есть и повезло в том числе. Поэтому это очень сложно говорить. Понятно. То есть, это является попыткой республиканцев переводить... К сожалению, политика касается всего. Безусловно, 2020 это год выборов президентов Соединенных Штатов, поэтому ожидать такие вещи, конечно, сложно, но очень жаль, что даже такой вопрос жизни и смерти людей политизируется. Поэтому мы надеемся, что во всяком случае это не будет слишком долго продолжаться или утихнет. Особенно важно... Несколько вопросов, которые поступили из интернета. Тест на антитела. Количественные, качественные, сколько действительны и сколько дают ложных ответов. Значит, важный вопрос ответить четко нельзя. В каждой стране тесты имеют разные произведения. производители в Соединенных Штатах только что было проведено исследование 14 тестов на антитела. Среди них только 2 или 3 было найдено, что они высоко специфичны, то есть они не давали ложно-положительных ответов. То есть, что такое ложно-положительный ответ? Это значит, что у вас положительный тест на COVID, а у вас COVID-а не было. Для человека это имеет очень большое значение. Для использования антител для наблюдения за популяцией ложно-положительные ответы не особо важны, так как их можно учесть при статистическом анализе. Поэтому тесты зависят от страны, где они употребляются. И известно, что очень много тестов, которые поступали из Китая, быстро сделанные, видимо, имели довольно низкую чувствительность и специфичность. В то же время тесты, которые сделали в Германии сами для себя, немцы, вроде бы, являются достаточно надежными. Поэтому это зависит от страны, в том числе. Но я хочу остановиться на двух технологиях для тестов. Когда вы делаете тест на антитела, и я говорю именно о тестах на антитела, поскольку тесты на ПЦР, они все-таки сейчас уже отработаны. Они должны быть и чувствительными, и иметь высокую специфичность. То есть, они должны с высокой вероятностью определять болезнь, если она есть, и отвергать болезнь, если ее нет. Но, я говорю о тестах на антитела. Это, вот тест на беременность, это технология, так называемая Lateral Flow Test. Я не знаю, как это точно перевести на русский язык, но это просто капается жидкость, ну, в данном случае, там, кровь или моча при беременности, да, и он по такой бумажке, как фитиль, течет к полоскам, на которые установлены антитела. То есть, этот тест дает ответ «да» или «нет». Он не является количественным, он является качественным. Вот именно этот типаж тестов, эта технология, подвержена больше колебаниям в качестве, в качестве изготовления, в качестве технологии. Да, я не хочу долго останавливаться на технологических моментах. Есть классический тест, он количественный. Этот тест называется ELISA, Enzyme Linked Linked Immune Sorbent Assay, Immune Assay ELISA и также Immune Fluorescent Assay. Они являются более точными, потому что они дают титр, то есть, насколько велика концентрация антител в крови. И вот это важно знать, потому что, допустим, вы обнаружили быстрым, качественным тестом, у вас есть антитела, но это ничто не говорит в очень чувствительном тесте, насколько у вас высок титр этих антител, то есть, насколько у вас высока концентрация этих антител, а именно ELISA тест, который, безусловно, более дорогостоящий, то есть, в эти нюансы не вдаются люди, а надо вдаваться, он даст возможность, а насколько высока концентрация антител, которая подразумевается, что чем выше концентрация, тем больше вариант иммунного ответа. Поэтому на это надо обращать внимание. Я думаю, что, по крайней мере, для уверенности тестироваться на нескольких тест-системах и надеяться, что, по крайней мере, в совокупности они покажут как бы верные результаты, но ELISA тест является более золотым стандартом. Вот в Mount Sinai выпустили публично тест ELISA, который высоко специфичный. С какого времени... Да? Насколько эффективны PCR-тесты, которые используют MPO-вектор у нас в России? Я не могу комментировать как бы под тестом, которые даны в... Ну, делаются в России. Я просто не знаю технологии, и я в любом случае не являюсь технологом. Я знаю, что сначала тест был двухступенчатым, и были проблемы именно с первой ступенью, а потом тест отправляли на подтверждение ступени, и это увеличило количество ошибок. Насколько я представляю, сейчас тест одноступенчатый. Но любой тест не стопроцентный, и еще важно употреблять тест правильным образом. Считается, что человек начинает инфицировать других вирусов за 2-3 дня до наступления симптомов. Значит, вопрос заключается, когда вы сделали тест на ПЦР. Если это раньше, чем за 2-3 дня, как вы стали инфицировать, может, там, месяц у вас путем это же мазок из носоглоски. Может быть, нет. Если у вас уже как бы наступил инфекционный период, garbage in, garbage out. То есть, дело не только в самом тесте, но и как вы это делаете, и когда вы это делаете. То же самое тесты на антитела. Антитела класса иммуноглобулина M, IgM, начинают появляться в крови, согласно научной литературе, через 2-3 дня после начала симптомов. Это IgM. А IgG могут занимать и там 10-2 недели. Соответственно, когда вы делаете тест, когда на кривое заболевание вы это делаете? Теоретически это не должно иметь значения, уже поправились, и это правильный метод употребления тестов на антитела, когда это уже заболевание потенциальное позади, просто чтобы знать, есть антитела или нет. А вот те темы, которые на антитела, которые сейчас появились недавно в обороте, насколько они эффективны? Например, я слышал вот такая спокусная лаборатория, настаивное время в Россию идет тестирование на антитела, проверить, переболел ли коронавирусом гипотетически, если у тебя антитела, не могу. Но это вопрос чувствительности и специфичности. Чувствительность определит, если у вас заболевание, если он действительно есть, специфичность определит, что у вас нет заболевания, если у вас действительно нет, что у вас нет ложно-положительного результата. Опять же, комментировать по поводу конкретных тестов невозможно, потому что для того, чтобы это сделать, И такую работу сделали сейчас в Соединенных Штатах для тестов 14, которые доступны в Соединенных Штатах. Но для этого независимые лаборатории должны сделать этот тест, за это кто-то должен заплатить. Понятно, что каждая коммерческая лаборатория и каждый коммерческий производитель имеет финансовый интерес и часто административный интерес задекларировать, что этот тест верный. Но, опять же, для практики, возможно, стоит сделать несколько тестов, чтобы убедиться, была инфекция или нет. Но делать их каждую неделю едва ли имеет смысл. Знать, есть антитела или нет, безусловно, имеет смысл, потому что, скорее всего, это также будет связано с возможностью работать, контактировать, летать. Наверняка будут авиакомпании проявлять на антитела. То есть, все это можно вполне бесплатно получить, возможно, скоро, если купить просто билет на самолет куда-нибудь. Вас проверят. Теми тестами, которые посчитают надежными. Поэтому надо просто подождать. Будет входить в стоимость билета. Верно ли впечатление, что в Москве, в России переполняются больницы из-за того, что слишком много госпитализируют? Я видел, что 30-50% только увозят, но, возможно, это по международным меркам чересчур. Это важная проблема. По крайней мере, в Нью-Йорке из-за общей переполненности больниц с серьезными пациентами везде на информационных стандартах есть информация. Звоните в 911 или приезжайте в emergency room, только если вам тяжело дышать, у вас серьезное тяжелое состояние. Госпитализировать людей, у которых легкое течение заболевания, не имеет никакого смысла. И также опасно, потому что, несмотря на то, что на улице может быть коронавирус, но у вас может быть не коронавирус, а вероятность в больнице сейчас подхватить коронавирус очень-очень высока. И мы видим, что, особенно сейчас в России, одна больница за другой закрывается на карантин, потому что врачи заражаются, потому что недостаточность защитных мер, недостаточный опыт в их употреблении. И больницы не готовы к работе по определенному протоколу с инфекционными пациентами. На Западе нет понятия инфекционные больницы вообще, поэтому, когда здесь говорят, у нас закрыли все инфекционные болезни, мы теперь не можем бороться. Я слышу такие мнения в России, но на Западе нет инфекционных больниц. Каждая больница должна уметь работать с пациентами. Но это вопрос практического, а в ситуации работы с фирусом, это, как говорится, как сапер, который ошибается только один раз. Поэтому сейчас госпитализации надо избегать по максимуму, как только это возможно. Если это нужно, это нужно, но очень важно. И здесь, опять же, пульс-оксиметр имеет важное значение, потому что это позволяет мониторить насыщение крови кислородом. И если оно идет вниз, то это, возможно, причина срочно контактировать врача. Антон, кстати, пользуясь этим моментом, можешь ответить на вопрос, как обстоят дела с защитой для врачей в Америке? Ну, здесь мы в России читаем много историй, как дела обстоят очень, скажем так, печально. Даже в элитных московских больницах, как и дело обстоят американские госпиталя с этим. Спасибо. Какие-то контакты, чтобы привезти количество халатов и масок из Китая. В то время как публичный, то есть муниципальный госпиталь в Бруклине, который захлебывался от пациентов, мог позволить только выдать там халаты, маски на одну смену или даже больше, по-моему, на одну смену. Хотя их надо менять там каждые несколько часов. В Корее, по-моему, медсестры, которые работают с COVID-19, работают с шифтами сменами по 4 часа. То есть, безусловно, PPI надо менять. Сейчас ситуация улучшилась везде, возможно, но она также остается разными, потому что разные госпиталя в США финансированы по-разному. Госпиталя, которые сейчас находятся за пределами Нью-Йорка, где не такое высокое количество, безусловно, они лучше будут оснащены, потому что все спохватились. Инфекции уменьшаются. В Великобритании проблема тоже известная. У них, по существу, должно было быть определенное количество защитного оборудования, которого просто не было. И сейчас это обсуждается, в том числе, в правительстве, которое недостаточно быстро реагировало. Поэтому это универсальная проблема, к сожалению. Я хочу ответить на еще вопросы из интернета быстро. Существует ли надежный тест на антитела? Ну, о надежных тестах мы поговорили. Они будут улучшаться по качеству, чтобы проверить достоверно. Наверное, стоит сделать несколько тестов, но не делать это постоянно. Если было какое-то подозрение или что-то сделать, через несколько недель сделать тесты и убедиться. Есть ли понимание об устойчивости антител? Нет, мы не знаем, но все-таки важно сказать, что сейчас мнение консенсуса экспертов говорит о том, что какая-то защита есть. Мы не знаем, сколько она продолжается, но даже если она продолжается год, это очень хорошо. И самое главное, что даже если человека недостаточный, частичный иммунный ответ, то при повторном заболевании либо нужно будет более высокая доза вируса, чтобы заразиться, либо это заболевание будет протекать более легко. То есть даже частичный иммунитет сейчас значит очень много. Если готовить палату дома, что необходимо иметь, что могло бы помочь? Ну, я думаю, что не надо покупать вентилятор домой, потому что вентилятор требует огромного ухода, команды специалистов, смежных специалистов. И это сомнительно вообще от этого тока. Это первое. Во-вторых, если вам уже нужен вентилятор, то 60-80% смертность, и она наверняка будет ниже, если вы будете в экстренном госпитале. Поэтому что надо купить? Градусник. Пульс-оксиметр стоит в Соединенных Штатах 50 долларов. Эти цены возросли с 20-10 долларов. То есть пульс-оксиметры. Есть пульс-оксиметры, которые мониторят через АП в течение 24-х часов. То есть у вас есть какая-то кривая. Это как препараты давления. Такие приборы есть. Я видел их на Амазоне в Соединенных Штатах за 180 долларов или сколько-то наверняка есть на Яндексе или Азоне. То есть пульс-оксиметр это, наверное, номер одной вещь, которую нужно иметь. Ситуация с вакциной, мы ее обсуждали. Прогнозы развития ситуации в целом, особенно развития. Коронавирус, по мнению экспертов, с нами надолго. Поэтому это не спринт, это марафон. Если люди не хотят заболеть коронавирусом в ближайший год, то, видимо, нужно носить маску постоянно из двойного хлопка. Вот на Инстаграм я сделал, которым я почти не пользуюсь, метод свой собственный, как делать маску без того, чтобы шить из двух слоев. Мне нравятся разные разноцветные маски. Вот такие вот. Мы все больше и больше видим в Нью-Йорке маски с огурчиками особенно интересные. Значит, считается, что носить медицинские маски, они должны остаться для медиков. И это правильно. Поэтому сделайте свою собственную маску. Вот я только с помощью канцелярского стейплера и кусков ткани делаю из двойного слоя маску. И на уши все резинки на Манхэттене раскупили, а вот это шнурки. Поэтому очень работает хорошо. И фейс-шилд. Александр, хотели спросить? Да, Антон, насколько эффективны маски медицинские? Мы перелопатили практически всю доступную литературу 10 лет назад, вплоть до 2009 года, пандемии H1N1, флю, литература есть это. Значит, по сравнению, N95-респиратор, который плотно подает, он там типа золотой стандарт, 95% фильтрует. Дальше хирургическая маска. Считается, что при двойном хлопке 600 ниток на квадратный дюйм, считается, что это вот как бы хорошая плотная наволочка, вот такая ткань, из двойного, она практически так же хороша, как и обычная хирургическая маска. Важно, чтобы прилегала маска плотно. Я вот в самодельной маске, здесь вставлен провод, обычный жесткий провод электрический, который ее по носу вот так вот делает. И в принципе, это лучше, потому что вопрос не столько, как частицы проходят через, как они проходят сбоку и снизу. То есть маска должна закрывать подбородок обязательно. Вот здесь у меня второй такой. Дальше. Поскольку доза вируса, скорее всего, коррелирует с тяжестью заболевания, что если вы получите меньшую дозу в какой-то ситуации, то у вас будет менее тяжелое заболевание. Это имеет значение. Потому что если доза вируса меньше, то, соответственно, иммунная система имеет больше разгона, чтобы противостоять. Поэтому это тоже важно. И третье, самое важное, это то, что делают в азиатских странах. Это если все носят маски, то человек, который может быть бессимптомно инфицирован, он не выбрасывает столько капель. Потому что сейчас считается, есть несколько новых исследований и из Китая, в том числе, они будут на Западе, что аэрозоли мелкие при разговоре человека остаются висеть в воздухе 2-3 часа. Насколько эта доза сильная для инфицирования, неизвестно. Но сейчас считают, что не только крупные капли, которые падают сразу, но также аэрозоли могут быть причиной инфекции. Поэтому если все носят маски, то это помогает популяции. Два дня назад было также мнение о том, что не только маска, но и фейсшилд, и в Нью-Йорке я, безусловно, вижу людей, фейсшилд делается из куска поролона и любой прозрачной такой, как бы, пластины, которая сгибается ниже подбородка, также защищает. Практически, говорят, так же хорошо, как и маска, но можно видеть, потому что попадание вируса через глаза также очень важно, да. То есть не только маска. Ну, я в очках хожу, да, ну, как бы вот. Поэтому, если вы хотите защититься, самодельная маска из двух слоев плотного хлопка, которая закрывает, да, лицо и подходит по вашему этому, и фейсшилд. Хотите, как говорят, belt and suspenders. Защитить ли это на 100%? Может быть, нет, но с соблюдением социальной дистанции это, скорее всего, будет эффективно. Антон, тут недавно средства массовой информации отдохнула фотографию, а? Верс-президент США Майкар-Пансер, который ходил в госпиталь, без маски. Как вы эту маску компонентировали? Правда, стиль? Да, да. Очень, ну, как бы, основная задача политика это демонстрировать самостоятельно, те методы, которые рекламируются. Безусловно, это было отмечено в средствах массовой информации и не является правильным. Какой из этого будет вывод, мы не знаем. Может быть, он уже переболел и сделал тест на антитела, и, как говорится, знает, что он делает. Поэтому мы не знаем, но это не есть хорошая практика на данный момент. Однозначно, Германия ввела необходимость масок при всех транспорте, магазинах, да, во всех практически из что-то 17 земель. То есть, это правильный подход на данный момент. Если все носят маски, это уменьшает распространение вирусов в популяции. Даже если это может не защитить каждого индивидуального человека. То есть, это своего рода иммунитет толпы, но только не иммунитет толпы, а защита. Вот. Ну, наверное, есть еще несколько вопросов с интернета. Новые данные о молодых людях у 30 лет, которые без особых клинических проявлений COVID-19 на фоне вируса возникает инсульт. Да, данные такие есть. Это добавляет рисков для молодого поколения. Самая еще проблема в том, что часто люди не обращают внимания, что происходит. Да, вот 5 описанных кейсов в New England Journal of Medicine молодых женщин, по-моему, в Нью-Йорке. Мужчин и женщин, но женщина не обращала внимания на то, что у нее было затруднение речи и как бы нарушение движения руки в течение долгого времени. Если в течение 6 часов извлечь сгусток крови из мозговой артерии, и это технически делать правильно, то это может привести к излечению инсульта. После 6 часов считается, что это проблема. Поэтому любые симптомы, когда что-то не так, нужно обращать на них внимание и обращаться к специалистам. Безопасно ли заходить в клиники на тест для COVID, как бы для обычных пациентов? Говорят, что тесты делают в клиниках и туда приводят пациента с потенциально с коронавирусом и подвергают, возможно, риску тех, кто в клиниках. Я думаю, что здесь есть 2 комментария. Первый комментарий. Если вам нет необходимости идти в клинику, в нее лучше не идти. Свяжитесь с врачом по интернету, свяжитесь по телефону. То есть поймите, зачем вам нужно видеть специалиста лично. Это первая часть. Нечего делать ни в больницах, ни в клиниках. Без крайней необходимости. Вторая часть вопроса. Если действительно много людей потоком приходит в клинику тестироваться, действительно считается, в Нью-Йорке провели тестирование в крупных магазинах и обнаружили, что 21% в городе Нью-Йорке, Нью-Йорк-Сити, имеет антитела. Считается, что это слишком как бы sample bias, потому что люди, которые ходят, они либо уже переболели, либо более мобильные. То есть это не отражает популяции. Наверное, среди тысячи человек, которые придут тестироваться на антитела в клинику или на ПЦР, будет статистически больше людей, у которых будет заболевание, нежели в среднем в популяции. То есть у них есть какая-то причина прийти тестироваться. Поэтому, наверное, это не самый безопасный способ. Думаю, самый безопасный способ это drive-thru тестинг. Когда вы в машине подъезжаете, открываете окошко, раскрываете рот, туда человек в защите вам полностью делает, и потом вы получаете тест. То есть никто никуда не входит. Drive-thru или тестинг это наиболее надежный метод. Возобновление авиаперелетов внутренних и внешних. Интересный вопрос, поскольку это заставляет чувствовать себя экстра одиноко. Александр, а что говорят в Москве по поводу возобновления перелетов? Ну, аэропорт официально представил продаж билетов до 1 августа. Госпожа Мукуемка сказал, что россиянам можно забыть о прилетах до конца года. Соответственно, владелец СССР господин Филев сказал, что, наверное, все могут расслабиться. Где-то так, до 1 апреля 2020 года, 2021 года. А госпожа Захарова сказал, что возможность визит в Зербеш это прилигнет для всех. Ого. Понятно. Ну, я надеюсь, что не будет настолько много запретов из изучения информации. Я не знаю, когда в Соединенных Штатах снимут запрет на международные перевозки. Да, конечно, внутренние рынки будут открываться, но это вопрос еще спроса и вопрос бизнес-модели авиакомпаний. В связи с этим экономический удар от коронавируса, скорее всего, будет более длительным и более серьезным. Трудно так говорить, когда столько людей умирает, но более серьезным, чем медицинский. Поэтому я знаю, что Израиль возобновляет международные полеты, если не будет каких-то изменений, по-моему, с 17 мая. Ну, и европейские, Чехия расслабила, да, сейчас гарантии, венгерская Уиз-Эр начинает летать в Европе. То есть, мне кажется, что трудно представить ситуацию, когда весь мир запустит рейсы в каком-то форме, допустим, к середине лета, а российские авиакомпании точно не будут летать. Но нам остается только увидеть, наверное. Надеюсь, что мы ответили на вопрос того, кто прислал через интернет. Методы лечения. Пневмония, тромбоз, цитокиновый шторм. На данный момент специфических методов лечения коронавирусной болезни, за исключением всей поддерживающей терапии, нет. Соответственно, это очень важно понимать. Сейчас, два дня назад, американское исследование ремдисивира, это антивирусный препарат, изначально созданный против Эболы, Gilead Sciences, было положительное исследование, значит, в США, но оно имеет также много проблем. Одна из них в том, что цели исследования изменились уже после начала исследования. Сейчас опубликовали крупное исследование в Китае, где ремдисивир не показал преимуществ в лечении. И также, я думаю, что это будет характерно для многих заболеваний, что не будет какого-то магического метода лечения коронавируса. То есть, если брать, допустим, вспышку SARS в 2003 году, то не было ни одного препарата, который показал бы в двойных слепых артемизированных исследованиях свою специфическую эффективность против SARS. Мы в результате увидим, что магической пули нет. Если брать инфлюенцию, то оселтомивир, например, он уменьшает симптомы инфлюенции на один день. Поэтому в исследовании американском по ремдисивиру, который опубликован, по-моему, вчера или два дня назад, там ремдисивир сокращал улучшение симптоматики на 3-4 дня. То есть, от 14 или 15 дней до 11 или 12. Вопросы, остающиеся открытыми, это, например, помогал ли он людям, которые бы поправились бы и так, поправиться быстрее. Или помогал ли ремдисивир людям, которые иначе бы не поправились, помогал ли он выжить. Это ответов никто не знает. И еще раз есть исследование, как раз вот китайское, которое показывает, что он не является статистически эффективным. Поэтому нужно продолжать следить за исследованием. Одно из точных вещей, все бросились раскупать препараты хинолона, да, хайдроксиклорокуин, хлорокуин и производные. Эти препараты, особенно в употреблении с азитромицинным антибиотиком, увеличивают QT-interval. То есть, это может привести к серьезным аритмиям. А поскольку вирус напрямую поражает миокард, то есть сердечную мышцу, то и у пожилых людей, у которых более вероятно тяжелое течение заболевания, то это вдвойне опасно. Поэтому в исследовании в ветеранских госпиталях Соединенных Штатах, как раз недавно показалось, что те, кого лечили производными хлорокуина, то есть хайдроксиклорокуин конкретно, у них была выше смертность, возможно, среди каких-то осложнений. Поэтому относиться к разным методам лечения надо с крайней осторожностью. То есть симптоматическое лечение остается сейчас основным методом. Антон, спасибо, что вернул разбитый экран. Ты знаешь, сейчас в последнее время появилось очень много конспирологических версий, в частности, мы с Агреном очень много популярных делок, которые рассказывают историю о том, что Билл Гейтс как-то связан с развитием коронавируса. Ну, в общем, видно развитие движения антипроизводственников. Как ты можешь прокомментировать, насколько привычки могут, скажем так, содействовать развитию, либо наоборот, в борьбе с коронавирусом? Ну, во-первых, также известно, что исследование национальной безопасности США признало вот это вот движение идиотов угрозой национальной безопасности США. И в частности, борьбе с системой коронавирусов. Поэтому я думаю, что правительствам наконец-то придется принимать серьезные меры по этому поводу. И когда будет известна научно подтвержденная эффективная вакцина для людей, которые будут сознательно от нее отказываться, должно быть сделано какие-то, и будут с высокой вероятностью сделаны какие-то административные меры, которые ограничат их, как бы, права человека это важно, но права одного человека не должны мешать правам другого человека. Поэтому какие-то меры по изоляции таких людей или, по крайней мере, ненахождения. В штате Нью-Йорк, например, если у ребенка в школе нет сделанных прививок, то на каком-то этапе не может посещать школу. То есть, пожалуйста, хотите домашнее образование, пожалуйста, но в школу, особенно муниципальную, по крайней мере, но я думаю, с частными точно так же ходить не можете. Я думаю, что такая ситуация будет возникать у людей, которые будут отказываться от эффективных прививок. Прививок с доказанной эффективностью. Очень важно доказать правильную международную исследование эффективность прививки и безопасность. Но у тех, кто будет отказываться, наверняка будут проблемы с тем, чтобы ходить на работу, путешествовать. Я точно не хочу летать в одном самолете с людьми, которые подвержены риску и так далее. Соответственно, почему мои права должны ограничиваться? Поэтому это однозначно очень большая угроза. Но, к сожалению, людей, которых нет ни малейшего понимания об том, как смотреть на науку, знания в науке, это, к сожалению, производное общего слабообразования и сознательного нагнетания ситуации, в том числе и по политическим причинам. В России из списка топ-20 лекарств по сумме продаж, его публикует агентство, как каждый, GSM, по-моему, называется, ну, там, Рамир Мониторинг, 70% не имеет никакой подтвержденной международной эффективности. Наверное, в рамках и является, входит в топ-20 самых продаваемых. Наверное, это говорит кое-что о том, как людям дают информацию, в том числе и врачи. Так называемая фуфолмицина? Ну, да. То есть, и тем менее, не надо. Но 75-80% там от месяца к месяцу вылетают какие-то препараты. Причем другие препараты имеют, есть нестероидный противовоспалительный препарат, который всегда был в списках вот этих топ-20 в России. Он никогда не был одобрен в США. Он был практически запрещен во всех европейских странах. Итальянская компания, которая его производила, была, по-моему, успешно, то есть, была доказана виновность во взятках при получении лицензии. И единственное, когда этот нестероидный противовоспалительный препарат, ну, это типа ибупрофен, но это не ибупрофен точно, это, я не хочу называть конкретное название препарата, но он в России выписывается очень часто, нестероидный противовоспалительный препарат. Он, единственное показание в Европе к применению, это короткое применение для болезненного менструального синдрома при всех остальных местах, потому что у него есть риск ненулевой фатальной печеночной недостаточности. А пересадку печени, по-моему, в России вообще не делают. И в любом случае это дорого и проблемно. То есть, поэтому очень тяжело комментировать лекарства, и главное, чтобы с безопасностью вакцин была такая же ситуация. Но вакцина – это единственная надежда популяции решить вопрос с коронавирусом, как и с другими заболеваниями. И важно не отказываться от вакцины за того, что сейчас идет коронавирус, а делать это максимально безопасным способом для детей, как это полагается, в совете со своим педиатром. А чем внимание антипривычника привлек Билл Гейтс с тем, что предсказал эпидемию коронавируса в 2015 году? Ну, я думаю, что поскольку господин Гейтс финансирует очень значительные исследования по вакцинам вообще совершенно справедливо и вовлечен в это, плюс есть целый ряд фигур, которые просто являются известными, и поэтому принимают на себя совершенно необоснованные удары, критику разных людей. Это не только относится к Биллу Гейтсу, но и относится к другим известным финансистам, в том числе, на которых валят все беды мира на основании их финансовых возможностей, политической позиции или по существу этнической принадлежности, то я думаю, что это просто конспироситерис, который не имеет под собой никаких оснований. Но риски пандемии предсказывали многие, и Билл Гейтс сделал это просто публично, как и многие другие люди. Поэтому, к сожалению, знание о рисках пандемии и практические шаги увидеть, когда она уже подступила к стенам, вот это главный урок, который, к сожалению, выучивает мир, выучивает Италия, выучивает Нью-Йорк. Первые кейсы в Нью-Йорке и в Сиэтле, Вашингтон, штат Вашингтон, где Сиэтл, они были примерно первые кейсы в одно и то же время. Но разница в смертности и в реакции совершенно разная, потому что в Сиэтле люди, которые, врачи, которые имели отношение к эпидемиологии, они имели больший вес, нежели в Нью-Йорке. Про федеральное лидерство данной ситуации не стоит даже говорить. Кстати, нашел я название этого аппарата, он называется мембранный оксигенат. Это Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO. Это препарат, который применяется в кардиохирургии, в крайних случаях септического шока. До пандемии я был в Париже и делал интервью и беседу с экспертом, который руководит самым крупным в Европе центром трансплантации миокарда в Париже. Это интервью скоро будет доступно на сайте, очень интересно. Мы, в частности, говорили об ECMO, Extra Corporeal Membrane Oxygenation, насколько это сложно. Такой прибор используется для крайних ситуаций, когда не только человек не может дышать самостоятельно, но в силу недостаточной функции сердца и легких, а сердце и легкие это одна группа, не могут оксигенировать кровь. И поэтому это насыщение кровью кислородом делается за пределами организма человека. То есть это серьезные больные пациенты, но применяется в кардиохирургии, применяется часто успешно, но является крайней мерой, безусловно. Пациенты с COVID-19, которым уже необходимо не только ИВЛ, но и экстракорпоральная мембранная оксигенация крови, это, безусловно, самые тяжелые пациенты и смертность ожидаемая высока в любом случае. Понятно. Спасибо. Это об этом, кстати, говорили российские инфекционисты еще в марте. А что ты могла сказать про советскую школу инфекционистов? Потому что, как ты сказал, где-то я читал, что на Западе даже нет такой специальности, врачебной специальности, как врач-инфекционист, нет разделения больниц на инфекционные больницы. В Советском Союзе это была отдельная вещь медицины. И, скажем, в Москве было, как минимум, шесть инфекционных больниц, из которых три взрослых и три детских. В результате реформы медицины, они были сокращены, ну, часть из них, то есть одна взрослая и две детские были сокращены, так как, чтобы в России в норму соответствует койко-мест населения, сейчас мы видим, что система здравоохранения направлена на борьбу с инфекцией, является достаточно важным. И Запад, может быть, в какой степени отстает от советской системы, что это может сказать по этому поводу? Нет звука. Нет звука, Антон. Антон, я тебя не слышу. Окей, как меня слышно сейчас? Окей, отлично. Прежде всего хочу сказать, что как специальность инфекционные болезни, infectious disease, есть везде, в каждом госпитале. Она есть, это специально в Соединенных Штатах. Она является исключительно важной. Есть целые centers for disease control, которые, значительная часть работы которых сосредоточена на инфекционных заболеваниях. Поэтому как специальность, это есть в каждом госпитале. И консультации, даже когда я работал в резидентуре по нейрохирургии, мы часто вызывали инфекционистов, потому что у пациентов с любой проблемой, у серьезно больных пациентов, есть проблемы с инфекционными заболеваниями. Пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких, имеют приобретенные пневмонии из-за инфицирования приборов и вообще стенок госпиталей. Количество инфекций огромное. И одно из апокалипсисов, которые развиваются в современном обществе, это бактерии, резистентные ко всем антибиотикам. Multiple drug resistant bacteria. Поэтому это очень важная специальность. И она, безусловно, полностью представлена в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Другое дело, что специальных госпиталей инфекционных, насколько я понимаю, действительно нет. Есть отделения, есть специальные боксы. Это этажи, которые переоборудуют. Но просто инфекционной болезни в Соединенных Штатах нет. Поэтому вот это очень важно. Что касается инфекционистов в России, я не могу комментировать. Дело в том, что мы даже для наших клиентов, мы работаем с экспертами по всему миру, но критерием для поиска экспертов мы не смотрим по странам, мы не смотрим по госпиталям или университетам, но мы изучаем медицинскую литературу, и человек должен иметь определенный индекс, в том числе индекс Хирша, индекс цитируемости. И должны быть видны международные публикации этого эксперта, должны быть видны выступления на международных конференциях, признания своими коллегами. И этот индекс всегда выше 20. Я в России не знаю специалистов, у которых был индекс выше 20, но если кто-то знает, мы всегда готовы работать с экспертами по любой специальности. Поэтому я, к сожалению, не могу комментировать по поводу российских инфекционистов. Я уверен, что есть много абсолютно качественных уровней врачей, в том числе инфекционистов, которые осведомлены со всеми технологиями и методами на Западе. Другое дело, что знать технологию, это не всегда есть возможность ее исполнить для конкретного пациента. Поэтому вот это, наверное, такой комментарий. Чтобы иметь высокий индекс Хирша, нужно писать на английском языке научные публикации. Я думаю, что на данный момент знание английского языка является важным критерием профессионализма в любой работе. Я не знаю, насколько это важно в балете, но мне кажется, что ведущие звезды балета знают английский язык. Но что касается медицины, я могу с уверенностью сказать, что если врач не регулярно читает международные медицинские журналы, такие, как, и я их перечислю сейчас, пять основных, New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, дальше журнал своей субспециальности для нейрохирургии, это, например, Journal of Neurosurgery, для педиатров, это American Pediatric Association, журнал, то есть свой профильный журнал, British Medical Journal, Lancet. Мне кажется, что если человек не читает это каждую неделю, которые издаются из журнала, сейчас с таким специалистом пациенты не должны работать вообще. Поэтому знание английского языка не является чем-то выделяющим, это просто способность воспринимать информацию. Поэтому я думаю, что отсутствие публикации в международных рецензируемых журналах является значительным красным флагом для любого врача. Исключения, возможно, есть, но я думаю, что они настолько минимальны, что ни у одного пациента нет возможности определить качество врача, если нет этих внешних критериев. По крайней мере, такое мое мнение, и это подтверждается работой с клиентами по любым заболеваниям по всему миру, в том числе и в России. Через интернет поступил вопрос, является ли бронхиальная астма заболеванием группы риска для COVID-19. Это очень важный вопрос, очень интересный вопрос. Инфекционисты и в Соединенных Штатах, и в Европе ожидали наплыва пациентов с COVID-19, у которых астма. Астма широко распространена в популяции, она требует лечения стероидами, астероиды ухудшают течение вирусных пневмоний, потому что задерживают очищение вируса из организма. Об этом довольно много написано, потому что стероиды также могут предотвращать воспаление, эффективные противовоспалительные препараты. Но вот этот баланс между замедлением очищения вируса из организма и противовоспалительным, он у вирусных пневмоний в сторону негативную, баланс этот, что они все-таки хуже, скорее всего. А при бактериальных пневмониях серьезных стероиды, возможно, могут помочь. Но астма часто лечится стероидами. Сейчас ясно, и это опубликовано в нескольких журналах, что нету наплыва пациентов с астмой конкретно, и астму перестали считать особым фактором риска для коронавирусной инфекции. А вот как раз диабет, метаболические синдромы ожирения, повышенная гипертония, любые сердечно-сосудистые заболевания являются специфическим фактором риска. И это увязывается сейчас с тем, вот, Александр, ваш вопрос в начале самым очень актуальный по поводу сердечно-сосудистых и нарушений свертываемости крови. То есть, скорее всего, все риски сдвинуты в сторону сердечно-сосудистых заболеваний именно из-за нарушения баланса свертываемости крови из-за тромбоэмболии, увеличивающей нагрузку на сердце, из конкретного прямого токсического действия коронавируса на миокард, который повышается в увеличенном количестве неспецифических маркеров воспаления, таких как цирреактивный белок, соя, тромбоцитопени или тромбоцитоз, увеличение тромбоцитов и уменьшение лимфоцитов, которые, как бы, все идут в ткани. Поэтому астма, на данный момент, похоже, не считается специфическим фактором риска для коронавируса. Каков допустимый уровень контакта с инфекцией, чтобы не заболеть? Например, активная деятельность, но строгое соблюдение правил гигиены может ли быть достаточным предрастережением, какие продукты питания рекомендованы для укрепления иммунитета? Три вопроса. Все хорошие. Какой допустимый уровень контакта с инфекцией? Медицинские работники, которые работают в госпиталях, имеют контакт с инфекцией, имеют полное защитное оборудование, все-таки в большинстве своем не заболевает. Уровень инфекции и антител возможно около 30% в больницах. В российских больницах он будет выше, переболеют почти наверняка весь медицинский персонал, который там останется работать. К этому допустимый уровень контакта с инфекцией неизвестен. Но уменьшение дозы риска является правильным действием, так как оно, скорее всего, уменьшит риски течения серьезного заболевания. А является ли это одна вирусная частица или 150 вирусных частиц, это неизвестно. Но одна из причин, по которой довольно молодые врачи, в том числе один из первых врачей Китая, который погиб от коронавирусной инфекции, который о ней рассказал, это известный кейс, скорее всего, их тяжелое течение заболевания или фатальное было связано с тем, что они получили большую дозу инфицирования при инфекции. Это известно при других инфекционных заболеваниях, поэтому доза на момент инфицирования имеет значение, и все, что уменьшит эту дозу, является полезным. А активный образ жизни, безусловно, надо ввести. Это марафон, это не спринт. Препараты питания рекомендованы для укрепления иммунитета. Нельзя укрепить иммунитет. Если у вас нет конкретно иммунного заболевания или заболевания, ослабляющего иммунитет, опухоль, аутоиммунные заболевания, трансплантация органов, ВИЧ и другие инфекционные заболевания, которые уменьшают функции иммунитета, то иммунитет такой, какой он есть. Укрепить его специфически нельзя. Но, разумеется, всегда важно, что чем более здоровый человек в общем, чем меньше сопутствующих заболеваний, тем лучше в том числе и функция иммунитета. Специфических действий, особенно все эти препараты какие-то иммунные, которые употребляют в России, которые называются со словами ФИК. Все, что сферон, если только у вас нет конкретного заболевания, какого-нибудь гепатита, там, Б, который лечится интерферонами и прочим, но все, что сферон, это, как Александр сказал, фуфуфуфломицины. Кагацин, ордидол. Это политизированные вещи. Отличный вопрос. Как посещать дантистов в таких условиях? Проблема. Дантисты подвержены риску заболевания коронавирусом еще выше, чем медсестры в палатах интуитивной терапии. У Нью-Йорк Таймс есть прекрасный график, где есть, как бы, такой, ну, на риске все. И дантисты находятся в самом высоком углу вместе с теми, кто интубирует пациентов. Сложно сказать. Надо посещать дантистов, да. Дантист должен быть в полном защитном оборудовании. Ответ очень простой. Дантист должен быть так же защищен, как защищен человек, который интубирует пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии. То есть это face shield, это 95% вот это респираторы, N95 или какого. Возможно, это какой-то другой защитный механизм. Поэтому дантист должен защищаться от вас. Как вам защититься от дантиста? Никак. Вам все равно надо раскрывать рот, и там все будут ковырять и наклоняться к вам быстро. Поэтому эта проблема, единственный способ решения, это для дантистов иметь полную защиту и считать, что вы работаете в интенсивной терапии. Закрывать клиники о том, что нельзя врачам, стоматологам работать, это очень странное решение, как, впрочем, очень многие другие решения. Слушай, Антон, да, могу еще задать вопрос. Какую тактику ты пройдешь для России, так как россиян, по территории очень россиян, это страна, скажем, сейчас пик наступит в Москве, и потом она начинает смещаться в регионы, и после этого пик пройдет в Москве, то, возможно, скажем так, обратная волна придет из регионов Москвы, примерно, в логичном интервале. Какая тактика, на мой взгляд, наиболее успешной борьбы с такими волнами в стране с большими, с большой территорией? Коронавирусная инфекция, это марафон, это не спринт. То есть, вполне возможно, что после снятия карантинных мер через там 3-4-5 или к осени мы получим все то же самое, что уже бы было, только выпустим большое количество людей, которые подвержены новому пику инфекции, из карантина, и они начнут все перезаражаться. То есть, соответственно, это практически неизбежно, что инфекция сдвинется от крупных городов в более мелкие, а в более мелких городах люди общаются все местно, там одна большая больница. По-моему, в марте в начале была ситуация в каком-то городе, в котором живет всего 170 тысяч человек, и эти 170 тысяч человек, там одна больница, и там один человек, им так и не выдали результаты коронавируса, по-моему, после аутопсии, где умер какой-то родственник, который был связан с медициной. Это большая проблема, она неизбежна. Единственный способ – это соблюдение, тотальное соблюдение мер, я считаю, персональной защиты, ношение маски, ношение маски, возможно, фейсшилда, ношение перчаток. Перчатки не должны быть медицинскими, кстати, это очень важно. Есть такой термин – перчатки водителя, driver's gloves. Они тонкие кожаные перчатки без подкладки, и в них дырочки для вентиляции пальцев, потому что в медицинских перчатках это вообще немножко странно. Когда вы находитесь в операционной, вы одеваете маску и резиновые перчатки, у вас операция проводится 4 часа, длительная операция, но вы меняете перчатки, маска идет в ситуации, где есть ламинарный фло, это как ламинарный поток воздуха, низкая температура, а здесь сейчас будет жарко скоро, и все будут ходить в этих масках, будут проблемы драматологические, проблемы с руками. Попробуйте 12 часов посидеть в резиновые перчатки. Это совершенно нереально. Значит, перчатки вот такие, как бы driver's gloves, тонкие перчатки, они вполне возможно, может не защищают на 100%, но они препятствуют тому, что вы трогаете лицо, они препятствуют все-таки какому-то контакту с поверхностями и в долгосрочном. Вы можете их там снять аккуратно, оставить около своего, там около на пороге дома. То есть нужно смотреть о длительном плане защиты персональной. Если это будут выполнять все, это будет снижать заражение вирусом. Но вирус будет с нами в течение долгого времени. Это большая проблема в том, что это переместится все, 50% будет не бессимптомными и вернется все назад. Пока не будет 60% населения с антителами, которые, скорее всего, защищают. Антон, ну суммируя твои рекомендации, то есть нужно пользоваться с миром защиты, носить маску, защиту для глаз, стараться, скажем так, вылечить какие-то хронические заболевания. Я думаю, что основная стратегия должна быть направлена на защиту своих пожилых родственников. То есть больше среди пациентов, поступивших в intensive care units, в палаты интенсивной терапии, в Италии и в Голландии, и вот те данные, я просто думаю о тех статьях, которые были опубликованы формально, 80-70-80% мужчины старше 65 лет. Я вот смотрел урганта, да, введение, и он сказал, что он добровольцам с кем-то подрядились отвозить еду пожилым людям. И он сказал, отводить еду бабушкам почему-то. Мы дедушек не видели. А дедушек вы не видели, потому что дедушки умерли. То есть посмотрите на людей, которым старше 80 лет на улице. В основном это бабушки, это не дедушки. Мужчины подвержены смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 10-15-20 лет раньше. Среди наших клиентов, многим из которых 30-40 лет, 80% имеют гипертонию. Но клиенты у нас тоже специфические. Это юристы, это бизнес-консалтинг, это банкинг, это там, миди-АйТи. То есть более стрессовый стиль жизни, худшее питание, распорядок дня достаточно рваный. То есть много стресса, это все сказывается. Мы это видим регулярно. То есть, соответственно, защита от тех заболеваний, о которых вы, возможно, не подозреваете. Гипертония – это silent killer. Вы не чувствуете высокого давления, пока вас не хватило инсульта или инфаркт. Не дожидаться этого, делать мониторинг давления 24-часовой. Если оно выше, чем 140, если выше, чем 135 на 85 при суточном мониторинге, значит, терапия антигипертоническая. Знать свой холестерин. Холестерин – вообще отдельная история. Официальные нормы холестерина завышены приблизительно в 3 раза от эволюционных норм. Верхняя граница эволюционной нормы холестерина низкой плотности, LDL – Low Density Lipoprotein, LPNP – это 1,8 ммл на литр. В России ммл на литр. Или 70 мг на децилитр. Официальные нормы LPNP, по-моему, 2,5-3,5 что-то. Если у вас больше, чем 1,8, у вас высокий холестерин, у вас откладывается это все. То есть, вот это понимание десятилетнего риска сердечно-сосудистого заболевания – это совершенно ограниченный, короткий горизонт. И это сейчас общепризнанно в ведущих статьях, это все опубликовано. Соответственно, нужно выявлять скрытые проблемы. И второе, для своих родственников нужно оптимизировать их состояние здоровья настолько, насколько вы это можете. Но они будут подвержены рискам. Как делать, чтобы они не ходили в магазине, организовать им доставку еду, посмотреть, как они социальный образ ведут, находятся ли они в каких-то местах, где подвержены особому риску. Как они спускаются на лифте, научить их ездить в лифте только одни. Не трогать никаких ручек. Всегда быть в перчатках. То есть образование является сейчас самым важным оружием для людей против коронавируса. И образование не только себя, но образование, особенно, своего старшего поколения, которое подвержено большему риску. Вот это, мне кажется, единственная практически возможная стратегия. Сидеть дома все время нельзя, и нельзя людей все время ограничивать. Они сойдут с ума. А для пожилых людей изолированность – это особо большая проблема из-за рис. Понятно. Тем более, что самоизоляция не способствует физическим упражнениям, которые являются одним из профилактических мер против гипертонии. Антон, у нас здесь есть три вопроса на фейсбуке. Здесь у нас Олег Биберган спрашивает, как вы оцениваете вероятность второй волны, и какой дидрабшин в таком случае с точки зрения экономики можно ожидать. Я думаю, что мы частично на этот вопрос уже ответили. Все эксперты, с которыми мы разговаривали, оценивают эту вероятность как очень высокую. Мы сейчас видим это в Сингапуре, мы сейчас видим это в Корее. То есть это будет... Было исследование Морган Стэнли, кстати, которое сказало, что будет восемь циклов до того, как оно серьезно уменьшится. Каждый из которых будет меньше, но их будет столько. Я не знаю, почему восемь, это возможно, но суть в том, что эта вероятность практически неизбежна. А осенью коронавирус наложится на сезонную инфлюенцию. Поэтому все прививки от инфлюенции надо сделать и сделать своим родственникам. Прививки от пневмококка надо сделать, в том числе своим родственникам. То есть все правила cross all the teeth and dot all the eyes. То есть это то, что мы делаем для наших клиентов по существу. Занимаемся проактивной превентивной медициной. Если сейчас ей не заниматься, то когда она на вас нахлынет, будет поздно в любом случае. Вентилятор не спасет. Понятно. Следующий вопрос. Насколько точны тесто на антитела и нужно ли не бояться повторного выражения, если антитела были найдены? Частично ответили на этот вопрос тоже. Я думаю, что, еще раз, консенсус экспертов, всех, с которыми мы говорили, на основании литературы в том числе, в том, что если антитела есть, и они подтверждены, и это не ложно положить на результат, то какой-то иммунитет точно есть. И это говорит о том, что инфекция повторной либо не будет вообще, либо она будет протекать легче, либо точно вероятность ее меньше. В ближайший год выяснят путем наблюдения за людьми, которые переболели, сколько антитела у кого. Но сейчас уже можно сказать, что люди более пожилые будут формировать иммунитет хуже. Им, например, требуется в два раза больше, например, мужчинам требуется в два раза больше доза вакцины от гриппа для формирования одного и того же уровня антител, чем женщинам. Есть большая разница между мужчинами и женщинами. Женщины вообще более живучие, чем мужчины, намного. И это эволюционно так, потому что женщина вынашивает ребенка, плод. Что такое плод? Это другой foreign организм. Как говорил доктор Хаус, у вас паразит. Но ничего страшного, много паразитов бегает на детских площадках, и их все очень любят. Поэтому женский организм более приспособлен к иммунному ответу хорошему, но обратно этого сторона это 80% аутоиммунных заболеваний из-за высокого иммунного ответа на свои ткани, в том числе, тоже у женщин. Соответственно, вот антитела точно защищают, насколько неизвестно. Причина, по которой говорят все насчет повторных заболеваний, это в том, что генетический материал вируса, особенно, по-моему, в Корее было исследование, находили после того, как выздоровление через месяц. Возможно, что находили остаточный генетический материал вируса, который не говорил о повторном заболевании. То есть, пока консенсус экспертов именно такой. Тут еще вопрос, ну, тоже повторяется. Насколько можно говорить об искусственном происхождении вируса с учетом статьи в Nature вируса 2012 года. Ну, должны сказать, что за статья, какому искусственному происхождению. Вирус этот циркулирует в в том числе, скорее всего, первоначальным источником является летучая мышь. У летучих мышей иммунная система очень постоянно работает, да, сильно. Поэтому они иммунны к многим вирусам, но все те, кто их едят, допустим, животные, это способ защиты от нападающих на летучие мыши, они, соответственно, погибают от инфекции. Это такой симбиоз. Другое дело, что нет уверенности по поводу промежуточного хоста, как бы носителя между мышами и человеком. Скорее всего, это какие-то собаки, особые какие-то ракун-дог, с которых разводят в Китае. Что-то еще? Мог ли человек в лаборатории заболеть, который работал с этими вирусами, а с вирусами работают регулярно по всему миру, во всех странах. Это, как говорится, часть биодефенс, ну, МОК. Вот, то есть, поэтому здесь сложно сказать. Я не знаю, что именно Nature имеет в виду, но, насколько я понимаю, что есть искусственное происхождение вирусов достаточно по всему миру, и четыре коронавируса циркулируют в популяции каждый сезон. То есть, как бы, SARS тоже коронавирус. SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, формальное название COVID-19. Просто тяжело говорить, а COVID-19 говорить легко. Коронавирус, disease, 2019. Алексей просит уточнить, насколько точны тесты на антитела. Ну, об этом говорили в начале, запись будет доступна. Еще раз, 14 разных тестов на антитела, которые недавно проверили в Соединенных Штатах, нашли, что два или три теста имеют очень низкий процент ложноположительных данных. Это основная, как бы, проблема. То есть, потому что вы хотите знать, что если у вас положительный тест, то он, то у вас есть антитела. Да. С точки зрения изучения популяции, количество ложноположительных как бы, тестов может быть учтено при статистическом анализе. А вот для каждого конкретного человека, для пациента, это имеет значение. Поэтому сейчас очень много тестов производителей, по-моему, около чуть ли не сотни тестов в Америке дали разрешение без всяких тестов. А учитывая то, что в других странах, наверное, в том числе в России, есть определенные лоббистские интересы по продвижению определенных тестов, то как бы получить объективные данные, мне кажется, очень сложно. С точки зрения человека, как пациента, я бы просто сделал несколько тестов через 2-3 недели, если вы считаете, что вы чем-то переболели. Да. И, ну, если все они дают один и тот же результат, то это хорошо. А если они все дают разные результаты, то это, наверное, не очень хорошо. Считается, что тесты, которые сделали для населения в Германии, местно произведенные, они считаются надежными. Еще раз, два типа тестов. Тип тестов самый дешевый, и которых наверняка большинство, это Lateral Flow Test Technology. Бросаете, как бы, каплю биологической жидкости, она течет капиллярным течением к выстроенным антителам на полоске и дает вам, да или нет, качественный результат. Это тест менее надежный, гораздо. И тест классический ELISA Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay, который количественный тест. Он дает вам титр антител, то есть, потому что закреплены на тесте на 96 колодец, такой 96 well plate, закреплены антигены в разных концентрациях, и в зависимости от степени флуоресценции показывает уровень антител. Это гораздо более надежный тест. То есть, узнавайте, какой тест вам делают. Если Lateral Flow Test, найдите перевод, Lateral, боковое течение, то менее надежно, а если ELISA, то более надежно. Антон, спасибо. Вопрос от Виктора Ковкина. Насколько эффективен Hydro... Добрый день, Виктор. Hydroxychloroquine, да? Да, Hydroxychloroquine. Ответ неэффективный, наконец-то доказали. Повышает смертность в исследованиях пациентов, которые находились в Veteran Administration, да? Нет данных за эффективность. Более того, вот это очень интересно, наверное, по этому поводу мы сделаем отдельное видео. Француз из, по-моему, из Монпелье, он или откуда же он, или из Марселя, который распиарил все, о нем очень много интересной информации. Он такой Climate Denier, очень странный политизированный человек, изначально вот он сказал, что есть какие-то результаты. Сейчас никогда не было рекомендации использования Hydroxychloroquine, по-английски он называется, то есть любых производных хинолона, хинина по существу. Никогда не было никаких рекомендаций за его использование, но наконец-то произвели исследование в США, которое доказало, что смертность повышена у пациентов. И еще раз, основным побочным эффектом Hydroxychloroquine и хинолонов является продление интервала QT, это приводит к определенному виду аритмий, а сердце у больных пациентов с коронавирусом и так поражено напрямую, и они чаще склонны к аритмии, то есть это один из источников. Но это будет большее исследование, никогда не было рекомендаций Hydroxychloroquine, несмотря на то, что кое-кто это все пиарило, в том числе с финансовыми целями, но возможно с целями просто вселить какую-то надежду. По этому поводу я думаю, что хинин нужно принимать то ли с Ромом, то ли с Бакардией. I have no comment. Антон, еще вопрос от Андрея. Вопрос по поводу биоразнообразия. Есть мнение, что вирус, пройдя несколько мутаций, наконец ослабнет и станет эквивалентом гриппа. это я вот переделал вопрос. Все надеются, что это так. Действительно, с тем, как как бы вот пассаж в вирусах, их уровень заражения, то есть он ослабляется чаще всего. Возможно и другая варианция, но вероятность того, что вирус станет хуже, меньше эволюционно. Действительно, есть мнение, что этот вирус постепенно его вирулентность, как правильный термином говорить, вирулентность его ослабнет. Но скорее всего одна из причин, по которой пожилые люди очень подвержены высокой смертности коронавируса, это в том, что допустим, если сравнивать с гриппом, почему коронавирус-19 это не грипп? Это не грипп, потому что пожилые люди как раз имеют длинную историю столкновения с разными штаммами, типами гриппа. И они чаще не подвержены настолько сильно. А здесь ни у кого нет иммунитета новый вирус, новый тип вируса, потому что перекрестной реакции с четырьмя типами коронавируса в сезонных на самом дно нету, иначе не было бы такой высокой смертности. Есть генетические возможно какие-то предрасположенности и так далее. Поэтому наверное на каком-то этапе это будет, но проблема в том, как человечество будет жить в следующие 3-5 лет до эффективной вакцины или пока не вымрут все люди, которые подвержены этому, в том числе пожилые. вот это основная задача. Как говорится, не убивай свой транспорт или те вирусы, которые сразу убивают своих носителей, не очень популярны. Предотвращается их распространение. Да, тут вопрос от Ивана Баронова. Всем привет. Первые вакцины, наверное, будут утверждены и сделаны из пешки. Стоит ли их использовать или лучше подождать более продвинутые вакцины? На конкретный этот вопрос ответил профессор Майкл Фарзан в интервью на diagnosticdetectives.com for coronavirus и там есть такой section immunity и на ней конкретный вопрос за вопросом отвечены разными экспертами. Действительно первое поколение вакцин, которое будет на рынке, оно сделано с помощью новых технологий. Я сейчас передаю то, что сказал именитый иммунолог по вакцинным антивирусным Майкл Фарзан, который как раз открыл рецептор для SARS в 2003 году. То есть его группа открыла вообще что за рецептор. Это интересно, ACE2 рецептор. И он говорит, что первое поколение вакцин, разработанное на более новых технологий, соответственно более быстрые, возможно, не будут очень эффективными и потребуется второе поколение вакцин. Что касается, означает ли это автоматическое решение не делать первое поколение вакцин, мы не знаем, что это за вакцина, мы не знаем, какие будут данные, а они безусловно будут, потому что здесь вы должны взвесить риск заболевания и, например, если риск заболевания у молодого относительно организма меньше, нет никаких сопутствующих заболеваний относительно молодой возраст. Поэтому вы говорите, может быть, я пропущу вакцину, чтобы я заболел ничего страшного, но если вы при этом имеете контакт с людьми пожилыми, с родителями, с бабушками, дедушками, то вы, может, у вас не будет большая тяжелого течения, но вы заразите их и они умрут. То есть, это же тоже consideration, это тоже рассмотреть надо в принятии решения о вакцине. Дальше, если вакцина приведет к частичному иммунитету, то есть она будет не очень эффективной, то частичный иммунитет тоже защищает много. И, кстати, один вопрос, который вы вам не коснулись и который важный, это лечение антителами, то есть это сыворотка людей, которые выздоровели, она, скорее всего, действительно помогает с одной дозы, то есть действительно, но это не масштабируемый метод лечения, а масштабируемый метод лечения, опять же, смотрите интервью в коронавирус центре на диагностику detective.com на англоязычном сайте, является моноклональными антителами, которые будут нейтрализовать вирус. Это будут эти лекарства, они будут довольно быстро разработаны, потому что это отработанная технология, но они будут дорогими. Но преимущество таких лекарств заключается в том, что одной инъекции моноклональных антител будет достаточно, цитирую профессора Фарзана, на 30-40 дней, то есть защищает. И первым такие лекарства будут делать, конечно, тем медицинским работникам, которые не имеют еще антител для их защиты, а также пожилым. То есть сделал инъекцию моноклонального антитела, защитился на месяц. И это, в принципе, неплохо. Но эти лекарства будут очень дорогостоящими, мы знаем, что Biologics, моноклональные антитела, они вообще обычно очень дорогостоящие. Но это вот очень важный аспект. Вторая часть аспекта, что люди, которых пролечили сывороткой выздоровеющих людей или пролечили антителами, так называемый Hyperimmune Globulin есть, у них может не выработаться собственных антител. И они будут подвержены повторному заражению. То есть вот это интересно. Если будут лечить моноклональными антителами или сывороткой выздоровеющих людей, у человека может не сформироваться собственный иммунитет, и после того как он поправится может заболеть снова. Это тоже мнение ведущих иммунологров. Спасибо за вопрос. Интересно. У меня один из наших коллег из LN Club президент Вилал Куба МКТИ Александр Кутузов недавно переболел коронавирусом, вел прямой репортаж из Крепосузского. И вот он как раз сделали инъекцию крови людей, которые переболели. Все, что ему это помогло, потому что на следующий день он как-то вылетелся. Здесь у нас есть еще вопросы про другие препараты. Что говорят про препарат, написан по-английски, не знаю, как произносится правильно, Gilead. Gilead. Ну, да, Gilead, Gilead Sciences, это, видимо, имеет в виду Remdesivir. Да, Remdesivir, Remdesivir, да. Значит, оптимизм. А? Селяет ли он оптимизм? Да. Противоречивые данные. Два дня назад Энтони Фаучи, который как бы public face of science in the United States, директор национального института аллергии, инфекционных болезней в США, сказал, что в только что проведенном исследовании в Чикаго делали, но это мультицентр, всегда, исследование Remdesivir показал эффективность значит, на пациентах. То есть, это я цитирую. Но дальше есть нюансы. Какую эффективность? По первичной цели исследования он снизил улучшения состояния по восьмибальной шкале от 15 дней до 11 дней или что-то на несколько дней по сравнению с плацебо. К этому возникли вопросы, которые обсуждаются в медицинском твиттере сразу практически. Первое, эти цели исследования были изменены после начала исследования. То есть, они подогнаны под то, что можно получить. второе, что это не отвечает на вопрос те люди, которые и так бы поправились, поправились чуть-чуть быстрее. Хорошо? Ясно. Или те люди, которые бы умерли или которым бы понадобилась вентиляция легких, не понадобилась вентиляция легких и они не умерли. Это отличные были бы результаты. И так далее. То есть, к этому есть много вопросов и это не панацея точно. Панацея не будет никакой. Дальше Лансет, британский журнал опубликовал двойное слепое рандомизированное исследование в Китае, проведенное с ремдесивиром, в котором написано, что он не помогает, не было эффекта. Но то исследование было также закрыто раньше, поскольку не набрали достаточно, там не набрали 250 пациентов вместо 500, потому что в Китае все поправились и больше новых не заражались. То есть, остаются вопросы к ремдесивиру, это не панацея, у лекарства есть побочные серьезные эффекты, это внутривенное лекарство, это не просто таблетка, которую можно съесть в превентивных целях, но безусловно это повысило акции компании Гиллиад. Я думаю, что будут еще дополнительные исследования. В clinicaltrials.gov, это американская база данных исследований, зарегистрировано больше тысячи исследований сейчас по COVID-19. К сожалению, это скорее плохая новость, потому что многие эти исследования дуплицируют друг друга, вместо того, чтобы создать одно исследование значительной статистической мощи, все это разбито и будут противоречивые данные. Но мы имеем то, что мы имеем. Коммерческие интересы в медицине очень распространены, фармацевтики в особенности. Одна из проблем в России, многие врачи получают свои новые знания только от фармацевтических компаний, у которых, если есть конфликт интересов, продвинуть собственное лекарство. Как и в Соединенных Штатах, но здесь просто, по крайней мере, есть юристы, которые работают на страже пациентов, и если уж совсем будут какие-то вещи, то они засудят на десятки и сотни миллионов долларов. Контроль юристов над врачами очень важны. Да, но иногда он имеет обратный вопрос. Я тут читал недавно на Facebook, что на Кавкаде врачи получают информацию из стримов главного врача инфекционной больницы Лунарки процента, который рассказывает о новой лице в борьбе с коронавирусом. Антон, я хотел тебе задать другой вопрос. Ты у нас не только доктор, но также ты получил у нас МВИ, в 2005 году. Что ты думаешь, изменится ли как-нибудь парадигма после пандемии коронавируса? Будет ли серьезное увеличение инвестиций в биотехнологии? Потому что если ты говоришь, что коронавирус будет жить с нами, скорее всего при прохождении контроля в аэропорту мы будем находить температурный контроль, будут проверять если там антитивар, все это выльется большим инвестициям в области биотехнологии. Хотелось бы узнать твоего мнения с чего-то. Спасибо. Ну, это очень большой вопрос. На него трудно ответить кратко, да еще и компетентно, поскольку биотехнологии как бы не я, не созданный мной как бы венчур, диагностик текстов нетворк не занимается. Однако, мой взгляд на это несколько скептический. Связано это со следующим. Мы точно знаем, что опухоли будут с человечеством очень долго. надолго. Одна из главных претензий к крупным технологическим компаниям биотехнологическим, в том числе к Gilead Sciences со стороны активистов по ВИЧ в том, что им очень выгодно поддержание хронического лечения и подавления вируса, но никто не ищет реального излечения на это. То есть, излечения никто не ищет. Поэтому опухоли надолго, сердечно-сосудистые заболевания надолго, диабет надолго. А если мы говорим о том, что такая пандемия, как COVID-19 будет продолжаться 3-5 лет, а потом закончится, либо все приобретут иммунитет стада, herd immunity, наиболее слабые люди вымрут, остальные будет просто грипп. Ну, есть у нас лекарство, которое излечивает от гриппа? Нет и не будет. А селтамивир, который там единственный производный этого, там есть еще занамивир, они уменьшают симптомы инфлюенции на один день. Является ли это гигантским результатом, под большим вопросом. Я про другие российские лекарства не хочу говорить, это, как говорится, маркетинговая история, скорее всего. Международных исследований не было проведено, нет ни одного лекарства из России, которое при проведении международных исследований, двойных слепых, рандомизированных, мультицентровых, показал бы свою заявленную эффективность. Демибон, антигистаминный препарат, который исследовали, на который потратили 500 миллионов на исследование против Хальцхеймера, провалился. Это один из примеров. Поэтому, если мы считаем, что пандемия коронавируса тем или иным способом закончится через 3-5 лет, это не приведет к никаким инвестициям в данном случае биотехнологии, потому что это слишком низкий горизонт, никто не будет в это инвестировать. Зачем? Когда есть бесконечное число проблем, которые точно останутся на десятки лет. Поэтому, вот, мое мнение такое, само по себе это не приведет ни к чему. И биотехнологические инвестиции достаточно бинарны. Проблема с большим количеством сейчас препаратов на рынке заключается в том, что их результат маржинален. То есть, конфликт коммерческих интересов биотехнологических компаний заключается в том, что есть бесконечное количество Me Too Drugs, то есть, такие, которые чуть-чуть изменены для патентов, но их действия примерно одно и то же. Они никак не изменяют. Или они улучшают выживаемость на 1, на 2, 3 месяца. Это ведущее лекарство, которое сейчас моноклональные антитела против опухоли легких, например. Опять же, можно посчитать, что увеличение продолжительной жизни на месяц это значительно. и поэтому одобряют лекарства. Но является ли это breakthrough technologies, не знаю. Это большая проблема в биотехнологической индустрии, и, к сожалению, коронавирусная ситуация ее никак не изменит. То есть, много структурных проблем в индустрии. Что ты, кстати, думаешь о приоритете, скажем, терчайной ситуации с интеллектуальными правами? То есть, если где-то изобретут вакцину, можно ли копировать, не соблюдая права, интеллектуальные права, патенты и так далее? Что ты могу избирать? Александр, я не юрист, это, наверное, вопрос к тебе, да, потому что, и уж тем более я не занимаюсь интеллектуальными правами. По-моему, реформа intellectual property rights, она, они периодически заводятся темы, и тем не менее. Но я думаю, что в данной ситуации, учитывая то, как страны бросились друг у друга предотвращать экспорт масок или наоборот забирать их прямо с оплатой наличными, да, прямо на взлетно-посадочной полосе, мы знаем много таких историй, она кое-что говорит о национальных приоритетах над приоритетами как бы международными. Поэтому, если у кого-то будет, была попытка, по-моему, в Соединенных Штатах купить какую-то компанию в Германии, да, то есть национальные интересы, к сожалению, будут иметь преимущество перед международным, а что касается патентного международного права, многие люди считают, что это скорее препятствует инновациям, нежели их стимулировать на данный момент. Поэтому, это очень контролирующий топик, и я не думаю, что я полностью компетентно на нее ответить. мы считаем, что для большинства наших клиентов их цели здоровья могут быть достигнуты в большинстве случаев существующими методами, а самые сложные ошибки возникают не из-за отсутствия каких-либо лекарств, а из-за отсутствия своевременной диагностики врачами, к которым они обращались, отсутствием проактивного подхода к медицине, потому что врачи в том числе любят лечить людей на поздних стадиях, их больше благодарят, дороже стоят, более надежно, меньше ответственности за результаты, потому что ну что вы хотите, у вас там обухоль третьей стадии с метастазами, понимаете, то есть поведение плюс использование надлежащее уже имеющихся диагностических и лечебных методов способно достичь 99% результатов сегодня, однако это не используется и в том числе не используется врачами, вот это более актуальная проблема, чем изобретение возможно новых методов лечения. Мьют, you are mute. Я также хотел отметить, что Антон у нас один из первых перешел на телемедицину, то есть я начал использовать дистанцию способа, то есть к нашему кризису самоизоляции он уже подошел во всеоружие и как выяснилось технологически это очень подполнен при подготовке нашей трансляции. Можешь как раз рассказать, чем заниматься компанией диагнозом депутатом депутатом если сказать просто спасибо за вопрос подготовлен нет, по крайней мере вопрос, который мы хотим решить, это тем, как иметь доступ ко всем специалистам в мире, а не ориентироваться только в бизнес решениях, это по поводу использования технологии. Использование технологии сегодня это необходимая вещь. Один из знаменитых педиатров в Лондоне, с которым я разговаривал еще пару лет назад, он сказал, что I believe that doctors of tomorrow will be information managers. И это правда, потому что медицина это информация. На самом деле хирург не что иное, как продолжение скальпеля, а не наоборот. Мы, например, видим, что для любой ситуации мы знаем, что определенные хирурги любят оперировать определенным методом. Соответственно, к какому хирургу пациента клиента направить, то и будет в результате. Потому что это только кажется, что какой-то хирург владеет всеми методами одинаково. Безусловно, нет. А методы эти разные, а человек хочет делать исследования, я опубликовал 100 пациентов, прооперированных таким-то методом и так далее. Хочешь, не хочешь, тебя будут оперировать определенным методом. То есть, это очень видно, когда смотришь выше на вот эту всю поверхность. И это очень проявляется. Но возвращаясь к вопросу, чем мы занимаемся, это очень просто. Мы помогаем людям с информационной точки зрения решать медицинские проблемы и их предупреждать. То есть, это три основные услуги. это вот, как ты сказал, второе мнение. Мне очень не нравится, мы не употребляем слово второе мнение. Это термин индустрии, секундопиниен, но он неправильен. Он неправильен потому, что он вселяет в людей ложное чувство уверенности. У меня одно мнение есть, и я сейчас получил второе мнение, все хорошо. Но true. То есть, нет, возможно, это у вас первое мнение, а возможно, это у вас десятое мнение, и эксперты однозначно с этим согласны. Поэтому, например, мы не делаем никаких кейсов за исключением очень простых. Минимум это панель трех экспертов. Довольно часто это панель семи экспертов, которые разнесены географически по миру. Европа, там, восточное побережье США, западное побережье США, или что? Разнесены географически. И разнесены даже в каких-то своих подходах на основании литературы. То есть, минимум панель трех экспертов. И это позволяет стереоскопически иметь взгляд. То есть, соответственно, экспертное мнение. Вторая вещь, это вы знаете, какую операцию вам надо, вы знаете, какое лечение надо, у вас все известно. Где исполнить то, что я сказал сначала? У каждого хирурга будет разный подход. Дальше вот у нас был, есть клиент с опухолью серьезного внутреннего органа. Скооперировали, чтобы человек оперировал хирург, который является одним реальным ведущим именно в этом типе операций. И человек говорит, когда я приехал в госпиталь, на первую встречу с хирургом, там сидело 30 человек с одной и той же проблемой. И с ними человек зашивался, потому что операция продолжается 8 часов, и там 7-6-7-8 часов. И можно сделать там одну операцию в день, ну две. 30 человек это означает, что вы скорее умрете, чем дождете своей очереди. А поскольку передавали хирургу всю информацию, сформулированный четко кейс, все исследования, уже человек знал, он вышел из кабинета и сказал, о, мистер такой-то, окей, я знаю, в понедельник перечисляйте мне деньги, в понедельник у вас уже оперировано, что он все знает, все, не надо разговаривать. То есть именно коммуникация имеется очень важно. Вот это важно. То есть как найти человека, который исполнит ваше лечение и сделать это без конфликта интересов. Потому что медицинский туризм все зарабатывают на проценте, проценте от счета, всем наплевать, кто больше заплатил, к тому послали. У нас конфликта интересов нет. Конфликт интересов это основная проблема сейчас в медицине, и это все знают абсолютно. То есть это возмущающая позиция, но она становится только хуже. Ну вторая часть это предотвращение, лучше всего предотвращать. То есть какая оценка и снижение рисков для здоровья. Вот именно. То есть чекапы бесполезны. Об этом как говорится отдельные разговоры на нашем сайте. Чекапы это метод утилизации недоутилизированного оборудования клиник. Это архаичные в большинстве случаев методы нахождения заболеваний не на ранних стадиях, отсталыми методами. Пожалуйста, ЭКГ. Совершенно бесполезная вещь. Если у вас аритмия проявляется уже на ЭКГ, то это поздняк. То есть как бы это не метод обнаружения раневой аритмии, то есть другое. Или там стресс-тест, который всем делают. Это опаснейший тест, потому что вы не знаете состояние коронарных артерий, может у вас критический стеноз и сколько угодно описано в литературе инфаркта в течение суток после того, как человек прекрасно прошел трендмилл-тест. То есть неправильный тест, а его делают всем. То есть чекапы бесполезны, нужно иметь. То есть вот такие вещи. Просто помогаем людям с информационной точки зрения. Я хочу, мы гордимся тем, что у нас 100% клиенты, которые обращались по одной ситуации, если возникает еще какая-то ситуация, это экономически выгодно делать то, что мы делаем, без конфликтов интересов. То есть нам платит только клиент, никогда не берем деньги ни от врачей, ни от клиник, а в Москве ведущие к клинике сразу, пожалуйста, предлагают вам откат. Если вы направите к ним пациента, даже слышали это, конечно, мы не берем таких денег, хотя мы работаем со всеми. Вот это очень простая вещь на самом деле. Я достаточно passionate об этом, надо вас забыть в старые даты, но образование пациентов является ключевым. Образование. Понимать и задумываться. Почему-то люди, когда приходит речь об их здоровье, они отбрасывают весь свой consumer smartness. well known in the United States. Well known in the United States. Absolutely. They don't shop around and they should. Понятно. То есть, когда вы чувствуете какие-то симптомы поздно в Барзоне, профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Надо делать то, что можно делать. Что делать? Нельзя пациенты никогда винить в заболевание любом. Нельзя. Это совершенно непрактично, это ничему не служит. Это вот как мы говорили о том, разбирать, виноват ли Китай. Бесполезное дело. Что есть, то есть. Надо делать то сейчас, что надо делать. Но лучшим образом. И в этом основная задача. Какая бы ситуация ни была. Мы сталкиваемся очень много с пессимистичным мнением врачей по всему миру. В том числе сейчас на русском языке дискуссия, поэтому на Россию ориентируемся. В России особенности. Откуда такой пессимизм у врачей? Это, видимо, от некомпетенции. Я не думаю, что это безразличие. И не только в онкологии, безусловно, и в кардиологии. Пациенты с вопиющими сердечно-сосудистыми рисками не получают совершенно четкой превентивной терапии. Почему такое? Это фантасмагорически. С этим можно бороться не по строению больших госпиталей, не инвестициями в медицину, а элементарным образованием. Образованием пациентов, образованием врачей. Ну, это уже, как говорится, beside the point, в этом pretty passionate. Отлично. Антон, ты меня так заинтересовал, что у меня сейчас появилось желание пересмотреть все видео на твоем сайте. Поэтому уважаемые друзья. одна из вещей, которых мы стали ориентироваться на видео, заключается в следующем. Текст сухой. Все читали тексты, все знают это. Но когда эксперт, который действительно знающий по какому-то методу, говорит об этом, это передается эмоциональная информация, это передается нюансы, это лучше воспринимается. Потому что мы же сидим, когда мы разговариваем, это non-verbal content. а вещи, которые мы слышим от эксперта, это феноменально. Каждый раз я слышу вещи, которые феноменальны. Потому что, например, вот есть метод операции одной, но это преонкологический. Он был изобретен в маленьком госпитале. Я приведу два примера, если я могу. От нас уже, наверное, все отключаются, мы довольно долго это стримим. Но тем не менее. Первое, это эндоскопическое лечение проблем с клапаном, так называемой TAVR, или TAVI, Transaortic Valve Implantation или Valve Replacement в Европе, в Средневных Штатах и в другой раз. Это было изобретено хирургом, который работал в маленьком госпитале 100 километров от Парижа в начале, в конце 80-х. Технология была отработана в 90-х, когда это распространилось по миру, спустя 15 лет. То есть, 15 лет проходили, когда пациенты могли лечиться запросто, приехав к нему на операцию, но, естественно, они не получали эту минимальную инвазивную операцию. То же самое касается определенной опухоли толстого кишечника. Был хирург, который изобрел гораздо более хороший метод лечения, который сокращал метастазы от 30-40% до 5% рецидив. Он работал в Basingstok, это около Лондона какой-то город. И от момента, когда он звонил и, как говорится, везде публиковал свой метод до момента, когда этот метод стал общепринятым, прошло, по-моему, 12 лет. Вот какой. То есть, такая ситуация повторяется снова и снова и снова. То есть, медицина очень реакционная среда, к сожалению. И COVID-19 заставил врачей больше использовать телемедицину, потому что они сами боялись заразиться. Не потому что они боялись, что их пациенты заразиться, а потому что они сами боялись заразиться и использовать телемедицину. И это, я не могу сказать, это хорошая новость, потому что как можно говорить о том, что такая большая проблема приводит. Но мы надеемся, что люди начнут задумываться над тем, как они получают медицинские услуги. А это в первую очередь услуги. Ну, наша аудитория это знает, что это услуги. Я знаю, что негативно относится к слову медицинские услуги. Это услуги. Наш человек это не пациент, но может быть, если вы хирург, то у вас пациент. Наш человек это клиент, потому что это уважение лучше. Но каждый день мы видим эти проблемы. отлично, друзья. Так, у нас вопрос больше нет. Есть у нас вопрос от Андрея про переделание крови и плазмы, но мы на этот вопрос уже ответили. Антон, ты очень подробно о том остановился, поэтому не будем еще раз отвечать. То есть плазма однозначно помогает, если она содержит достаточное количество титров антител и также может быть не только плазма, а так называемый хайперимьюн глобулин, то есть гипериммунный глобулин это очищенная фракция иммуноглобулинов, а не только плазма. Скорее всего будет помогать. Но это немасштабируемая проблема, немасштабируемое решение проблемы, потому что столько не сделает. Есть всякие разные дополнительные риски, которые можно, конечно, там, анафилактический шок, ну, риски инфекции, мы надеемся, минимизированы, но тем не менее, то есть немасштабируемое решение, но действительно может помочь. У людей, которые пролечены препаратами плазмы, скорее всего, не сформируется иммунитет и высок риск повторного заражения в силу как бы особенности этого подхода. То есть это ответ такой. Вопрос очень актуальный, безусловно. И решение вопроса с плазмой это препараты на основе моноклональных антител. Будут сделаны, будут сделаны быстрее вакцины, будут дорогими. Понятно. Так что, друзья, хотел бы выразить от имени нашего клуба признательность Антону за то, что он достаточно интересно и коллективирует и прокомментирует все наши вопросы. Если у вас какие-то медицинские вопросы, можете обращаться к Антону, к его компании. Как видите, Антон очень коллективирует, какой-то огромный опыт в сфере медицинской индустрии. Поэтому я бы еще раз хотел бы благодарить за этот эфир и надеемся, что мы еще раз будут у нас возможность сообщить интересующие вас вопросы. Спасибо. Спасибо, Александр, большое за приглашение. Спасибо за такие kind words. Но мне кажется, даже более важно дело не в том, обращаясь к нам или мы всегда будем рады новым клиентам. Я как бы upfront. Мы на этом зарабатываем и на этом живем. И у нас нету никаких внешних инвестиций. Мы развиваемся только за счет своих клиентов. Но самое важное думайте сами, вдумывайтесь в свои медицинские ситуации до того, как они станут реально большими проблемами. И люди сегодня очень много могут сделать сами. Не надо доверять слепо врачам. Отношение к врачу как к водопроводчику. Вот у меня застрял водопровод. Придите, разберитесь, меня в детали не посвящайте. Многие относятся к врачам как к водопроводчикам. Не относитесь к врачам как к водопроводчикам. Разбирайтесь в проблеме. Это очень-очень важно. И мы, кстати, гордимся тем, что наши клиенты очень информированы. Я каждый день, каждый раз получаю коммуникации от наших клиентов. Я бесконечно впечатлен. Вот I'm in awe of our clients. Truly. На любом языке. А мы сейчас на 13 языках работаем. Еще раз, Александр, спасибо большое за приглашение. Спасибо Богородскому клубу. Хочется, чтобы скорее начали летать самолеты между Москвой и Нью-Йорком. Можно было бы встретиться, хоть и в масках, но на самом деле. Большое спасибо. Хорошо. Антон, до встречи. До встречи. На 2-3. Да. В Нью-Йорке, Списание. Все. Раду и есть. Пока.